Вот пример, вот Адам, у него потом... Влад, сейчас, извините, надо развернуть... Ну, это такие простые вопросы, как бы, я не знаю, да? Адам потом... В итоге, ну, в итоге, допустим, в итоге... Ну, пускай здесь один сын пошел. Ну, вот они потомство составили. Вот, и, допустим, здесь таких 20 гоплогрупп. Вот это гоплогруппы, они идут там. Так, а это, да, первое... Это наш предок общей всего человечества. Так это не гоплогруппы, это я... Нет, ну это тоже, смотри... Нет, потому что не всего человечества, а какого-то рога, допустим, предположим, да? Рога одного человека, так это же он, как бы, можно сказать, что это гоплогруппа. Да. Но гоплогрупп это общий термин. СНИП это тоже, допустим, гоплогруппа, только маленькая. Вот, допустим, смотри, вот тут эрадина, да? А ты, допустим, не просто эрадина, а словенин. Вот у него были потомки. Один из этих потомков стал предким славян. Вот ты к этому отнесешься, понимаешь? А это у турков он не к свое, у османов. То есть они тоже вот, оба родина, но у него будет за 20 лет. А как расхождение? Какие условия доделаешь? Сядь по мне. А 6000 лет назад. А у Султанов славянского СНИПа не ходили? Вот сейчас проверяем. Потому что это... Короче, смотрите, если сейчас у них будет З-280, то они, может быть, происходят от славян. Там надо возраст еще определить. А если З-21-23, то нет. Ну, к примеру, там СНИПов много, я только два назвал. Вот. И ты говоришь, у турков. А у всех европейских славян один и тот же СНИПов? Нет, конечно. У них еще есть М-458. Нет, имеется... Это тоже СНИПы родина, да? Это тоже Канадина. Это потомки СЕР-1. А как все СНИПы в Европе есть? Славянский СНИП не один, да? Ну, естественно, не все прямо от одного сына произошли. Естественно. Ну, как славянский СНИП? Имеется в виду большинство славян. Помните, мы говорили, что славяне всякие есть? Есть там ЕА-1, ЕР-1. Ну, разные. У болгаров там другие ГБР. Короче, мы не берем под этим... Не в Европе с ЕР-1А. Они СНИПов, они сколько? Вот ЕР-1А. У русских, у русских, в большинстве случаев, вот у ЕР-1А было много потомков. Много. Вот я их пишу. ММ-458. Его так называют. З-280. Ну, много. З-21-24. У русских, в основном, вот это. У большинства русских, вот говорят там, вот эти 50-60, у большинства из них вот это сколько? Очень маленький процент. У какого большинства? Сколько процентов? Ну, пока еще не считали, но вот если брать вот только ЕР-1А, это будет основная доминирующая ГБР. А у них еще сколько? Больше, чем... Не знаю. Не считал никто. Никто не считал. Но это просто сейчас кто сдает, они все проверяют. Вот, допустим, ты сдаешь ДНК, то есть, у тебя приходит ЕР-1А. А как правило, все заказы за 280, у них вот этот СНИП уходит. У меня, допустим, этого СНИПы нет. Потому что я потомок вот этого. А у нас общий предок жил 6 тысяч лет назад. Это четвертое тысячелетие до нашей эры. А Р-1А-1 это тоже как бы... А у Башкиров? Все Р-1А-1А-1. У Башкиров всех вот... У всех у этой, да? То есть они все на цветках? Нет, все, конечно. Вот часть Башкиров вот такой СНИПы нет. Но они не большинство. Не большинство. А у Башкиров? Башкиров, у меня есть процентное соотношение. Да. Более, около семидесяти процентов Р-1А у нас вот такое. А у вот такого у нас, ну, где-то 30, ну, нет, здесь не 70, где-то 60 будет, наверное. Ну, это где-то треть занимает, а вот это еще меньше. То есть, у нас это не основной СНИП. А у русских основной взять 2880. Да. А у поляков тоже? У поляков там немножко другое. А у него какой? У них ближе вот к этим, к центральной европейской. То есть у них собственный СНИП? У них тоже это есть. Ну, то есть там, сейчас вот пока никто не считал особо, сколько процентов именно уже непосредственно такого-то СНИПа в каждом народе. Я вот только по башкирам считал и все. У нас вот около 60 процентов, 70, вот этот Z21-24, Z21-23, вот эти СНИПа. А вот у других народов я не считал. Ну, а у татарских вот этот ваш СНИП часто встречают? У татар, да? У татар пока не встретили. Вообще нет. То есть у них Z280 у всех? У них Z280 у всех. Нет, у них нет. Смотрите, вот сейчас объясню. Вот был R1A, Z21-24. У него было два сына. Ну и сыновей было много. Одного звали R1A, Z21-22, другого звали R1A, Z21-23. У башкир вот это, у татар вот это в основном. То есть предок общий, он жил 4300 лет назад. То есть 2300 лет. Ну, 2000 отнимаешь, получается 23-й век до нашей. А у русских вообще другой, да? А у русских вообще Z280. Нет, у татар не только это. У них все есть. И Z280, и это есть, и Z93 пара. Ну, очень интересно, что получается по нынешним данным они разошлись с башкирскими R1A. Это же не башкиры. Вот это Z21-23 это не башкиры. Это же не башкиры, это отдельный народ. Там есть у Карачаевцев. Этот есть у евреевашки, Нази. Вот это евреевашки, Нази тоже. Да, они ближе к казанским татарам. У казанских татар, у евреевашкиназий этот СНИП есть. А у Ашкиназий много этого СНИПа? Вот смотрите, тут было два сына, у них это основной СНИП. Основной СНИП, да? Да. У левиты туда все относятся. Вот у него было два сына, вот татары вот здесь остались. А эти пошли дальше. Хазары, Ашкиназий и прочие. А Хазары как их СНИП посчитали? Через Карачаевцев. У Карачаевцев тоже есть СНИП. То есть Карачаевцев считается, да? Влад, я, может, не понял. Если есть группа R1-A, R1-A-1, R1-A-1, R1-A-1. Сейчас покажу. Вот смотри. Вообще, в прошлый раз тоже говорили, не знаю почему это. Вот смотрите. Да нет, все нормально. R, два сына. R1, R2, два сына. Ну, везде свои потомки. R1-A, R1-B, два сына. R1-A-1, 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 R1-A-1. Такое есть тоже. Может, три сына. R1-A-1 и так далее. Вот мы все, славяне, башкиры, Ашкиназии, Карачаевцы, дальше идем. R1-A-1-A. И вот у него сын появляется. R1, который жил на территории Русской Равнины. Вот мы все потомки вот этого. R1-A-1-A-1. Все. Которые тестируются. Туда и скандинавы относятся, и славяне все. Он жил 6000 лет назад. А дети вот эти, минуточку. А вот эти все дети же условные. То есть каждая штука это очередная мутация или что? Ну как? Вот у тебя три сына. У каждого своя индивидуальная мутация. Вы все потомки. По мутациям это считается. Конечно. Как появилась новая мутация, так сразу же добавляется новую буковку. Новую буковку добавляется и цифры, да. Да, да, да. То есть не так в смысле, что в буквальном смысле. Этот может быть сын. Этот может быть сын умер вот этот. Ну мало ли, убили его молодым там. А этот выжил. Нет, ну понятно. И вот эта мутация добавляется в среднем. Да, но эта мутация, она добавляется в среднем. Одна мутация на сколько поколений? Одна мутация на сколько поколений? Она закрепляется раз в 500 лет, но у тебя все равно идет она по двум линиям. Допустим, вот Игорь, у него два сына. Игорь-1 и Игорь-2 назовем. Ну понятно, Игорь-1. Игорь-2, да? Они пока будут одинаковые. Да. Пока. Но их потомки, потомки вот этого Игоря, одного, через 500 лет обретут свой СНИК. Ну приблизительно. А потомки другого. Там эта схема, вот эта ветка, она просто сопрочена, чтобы было ясно. Да, да. Но не будешь там каждое поколение указывать. Это я же с ума сойти. Только в том месте, где произошла существенная развитие. Да, да. Да, понятно. Правильно. Да. Знаем вроде все как-то. Сейчас сенсация. Ну сенсации ты не назовешь, потому что генетики уже это рассчитали. Сейчас просто подтвердилось. В Сибири нашли мальчика. Мальчика нашли. Ископаемый. Пролепали у ДНК. Со спиртованной еще скажем так. На планетном разуме. Не думал живого его. У него гаплогруппа Р. Он предок и Р1, и Р1, и Р1, и Р1. Да. То есть все сейчас подтвердили, что действительно вот этот Р он жил в Центральной Азии. А его потомки там перебрались 15 тысяч лет назад в Европе, сформировались. Они стали приобретать. А как же это? Значит гаплогруппу как-то? По ДНК можно определить? Конечно. А как в вашем состоянии? Конечно. Мы его взяли, ДНК проверили, выявили. Как гаплогруппу это особенность. Как специфическая особенность какой-то. Загребившейся мутации. Да. Как ты не определил? Вот если ты сдаешь ДНК-тест, у тебя четко найдут тебя. Ты чей потом? Того, того или того. Сразу найдут. Ну могут помучиться. То есть это все европейцы произошли с Востока? Ну это было 20 тысяч лет назад. Ну все равно как-то. Ну это очень давно. Еще мамонты там были и все что угодно. А именно они уже как европейцы сформировались, когда они были определенные. Ну допустим из Р1 это уже вот они. Вот уже протеинды европейцы. А те которые, ну и в том числе другие субклады. Не только этот. Какие-то субклады из этой гоплогруппы. Ну это было основное. Это носители языка были. Индоевропейских. Там. Какие-то из этой гоплогруппы были. Этносы же тоже они были компотными. То есть соединялись там. Может 90% этих было. А может 10% этих. Я не знаю. Ну то есть это определяющее было. Они стали носителями языка. Если бы вот этих было больше, они бы стали носителями. Сейчас бы не было индоевропейских языков. Ну гипотез много. Но подтверждается именно та гипотеза, что Р1А это именно протеинды европейцев. Ну потому что. Пошли они там двумя путями. Одни пошли в Индию, а вторые пошли в Европу. А нет, они в Европе обитали уже. А, то есть не в Европе они изъявились. Вот когда вот эти родина. Вот смотрите, в Европе вот найдена вот такая ветка. Вот такая ветка найдена. Это древний, самый древний родина. Им возраст 20-15 тысяч лет назад. Именно в Европе они были найдены, да? Да, они только в Европе. В Европе пока и найдены. Это о чем говоришь? Это уже когда они возникли там где-то в Центральной Азии. Уже переметнулись в Европу и там находились. А потом уже пошли дальше обратно. Нет, но они там еще долго жилили, жили. Пока даже наступило 6-ое тысячелетие нашей эры. 14 тысяч лет такой разрыв. Да, и после этого они романулись в Индию и в Иран. Ну это уже были индоевропейцы. Это еще не были индоевропейцы. Здесь какой язык не знаем, а здесь уже они были. Ну то есть можно считать, что они все-таки из Европы романулись туда? Ну да, это уже R1, R1, R1 были. Когда-то жили в Центральной Азии, но это еще такие залучные времена что-то. Это потому у киргизов, по-моему, тоже R1 много, да? У них вот такая тоже, как у всех у нас. Они тоже потом киргизы. Киргизы. Короче, вы когда хотите, когда вы хотите... Не пустянули, разумеется. А R2 откуда взялось? R2 это цыгане. Ну цыгане, кшатрии. Ну как зовут? Был R1, был R. У него было два сына. Да. R1, который стал предком европейцев. Второй был R2. R2 они в Индии распространены. Да, да. И только у цыган. Кшатрии. Нету, кшатриев R1. Это ты старые данные смотришь. Да? Конечно. Каждый день данные меняются. Кшатрии, брахманы, высшие касты. Ну вы готовы к Брахманову? Родина 1, а у кшатрия R2. Нет, нет. Смотри, вот кшатрии те же самые, они тоже делятся. Кшатрии, там есть кшатрии, туда к этому сословию относили всех моголов, да и перья великих моголов. Их тоже относили к касте кшатрии. Хотя они происходили там. Ну они R1, а 1, а 1, насколько я понимаю. Да. А это, кстати, доказано, что великие моголовы их копали, нет? Да, DNK проверили. Проверили, да. Но и по срокам. Споры. Нет. Современных потомков проверили там тоже гены расходятся немножко. Ну, то есть, Родина 1, а 1, а 1. Да нет. Короче, разных сейчас вещах говорил. Давай я сейчас закончу. Вот кшатрии были, которые настоящие кшатрии, которые с ксарями ворвались в Индию. Кшатрии и Брахман – это две высшие касты в Индии. Да. Они Родина. Это те самые, которые ворвались в Индию. Ну, потом вот в это сословие кшатрии, почему по нему не определяют? Брахмана никто не мог войти. Вот я не могу стать Брахманом. Потому что они как ворвались в Индию. Закрытая замкнутая система. Потомкам Брахмана мог быть только Брахман. А кшатрии мог стать любой воин. Пришел монгол в Индию. Он становился кшатрии. Его туда относился. Ктюрк, кшатрии. И у них там полно глаглогрупп. Но если хочешь именно про арийские кшатрии говорить, надо смотреть тех, которые вместе с Брахманом торгались. Знаешь? Те же самые Р-2, ты говоришь. Ну, те же самые воинственные. У них по кшатриям было 70% Р-2. Ну, это которые из местных племен брали они. Ну, т.е. все-таки туда вначале пришли Р-2, а потом туда прибежали Р-2? Р-2 туда пришли, когда еще мамуты хотели. Ну, понятно. Вот я это и хочу сказать. А мы сейчас говорим про арийское время. Арийское время миграции – это 2-е тысячелетие до н.э. Когда арий вторгается? В 2-е тысячелетие до н.э. А это опять-таки цифра, она взята откуда? Это исторические данные. Она сейчас подтвердилась генеалогическими данными. Потому что по мутациям, я же сказал, рассказывал, он был 6 тысяч лет назад. Вот этот общий предок. И вот они дальше сформировали Z-93. И вот у него один из потомков был L-342. Вот это, собственно говоря, есть исторические арии. То есть, которые упоминаются в источниках, которые в Индию вторгались, которые в Иран. Вот это те, которые известны уже, документально подтверждены. А это все, как бы, их дальние родственники. Их тоже можно так называть. Правильно их называть все-таки? Нет. Про арий 2000 лет до н.э. Это каким методом получено? Сначала историческим, археологическим, письменным. А генетически как-то? А генетически тоже рассчитали время возрастов. Они тоже в это время попадают. А есть независимый метод калибровки? Как калибровали скорость? Ну, там же есть потомки определенные. То есть, вот возьмем сейчас опять-таки этих Индарев. Индарев возьмем. Все эти возраста уже подсчитаны. Вот Индарев. Они вот, смотрите, вот они поделились. Вот появился Z-93. Это вот... Ну, елки-пал, чего нет. А я вообще не знаю. Ну, вот. Р-1, А-1, А-1. У него один из потомков, который стал предком А-1, был Z-93. Потом у него еще один из потомок был. Эр-342. И вот с этого времени, как бы они появились, у него там дальше потомки были. Начало... Ну, он же пока один появился. У него должно же еще время быть для роста популяции. Он же не может вот тут один появился и захватить Индию. Правильно? Должно пройти как минимум тысячу лет, чтобы у него дети народились там. Ну да, да, да. То есть возник маленький народ. И там уже по скоростям все это рассчитывают. Получается как раз конец третьего тысячелетия до нашей эры А-1. Они двигаются с русской равнины, уходят, доходят сначала до Средней Азии. Вот это современный. Казахстан там. Ну, Средняя Азия, да. Доходят туда туда и там уже сформировавшись, двигаются дальше. В сторону Ирана, Индии. На самом деле, насколько независимы эти способы от исторических? Они независимы. Иногда даже немножко удревняет этот возраст. Но не настолько, чтобы это... Фактически совпадает. Вообще это все опубликовано в академических изданиях. Ну и существует различный метод дотировки. Ну, если я же говорил, здесь два имени, которые более и наименее... Меньше всего ошибок делают. Я называл же Клесов-Рожанский. У них подсчет генеалогический наиболее верный. Потому что у них он совпадает с данными архивов. Я же говорил, там надо, чтобы дальше проверить, ну, другие еще и данные смотреть. Но пока вот все, кто хочет так более достоверно писать, их решет используют. У остальных гораздо больше погрешностей. Ну, опять-таки, погрешность почему больше? Потому что... А в том, что разные берут константы за подсчеты. Нет, погрешность больше определяется тем, что они совпадают с историческими данными. Ну, считается, да, что вот эти, которые Клесов-Рожанских, у них совпадают с историческими данными. У них же формула независимая. Вот смотри, у них есть... Насколько исторические данные верны? Понимаете? Вот смотри. Вот есть формула, да. Вот есть исследователи. Рожанский, Клесов, два имени. Они разработали формулу такую. Она независимая формула. То есть, вот она одна существует. Ее считают всегда. По разным случаям. Вот наша вот мы считали, она совпала с архивными данными, да? Ну, это 300 лет назад. 600. Ну, это обозримые письменные источники. И эта же формула работает на возрастах, которые вот относятся там несколько тысяч лет назад. Ну, насколько это достоверно, у нас же нет письменных источников. Вот прям, что вот они двинулись там, я не знаю, там, ровно там. Ну, я погрешно увидел. Он, по-моему, по-моему, число генетических вещей получил тот же результат, который дает ДНР. Да, да, да. По поиске временных лет. Почему сейчас используют? Вызвание «люлика» на усть. Понимаешь, почему используют их не форму? Потому что она совпадает с тем мнением, в основном, которое было раньше в исторических источниках. И эта формула одна. Не просто ее подогнать невозможно. Она же совпадает и с архивными данными. Вот если ты сейчас ДНК сдашь, и, допустим, он сдаст, и вы окажете родственниками, вас по этой формуле можно проверить, когда уже в общий предок. И ты пойдешь в архив, проверишь. Понимаешь? Поэтому эту формулу используют. Понял? То есть она совпадает с данными архивов. А все, что дальше, древнее касается, это уже сам понимаешь. Ну вот ее принимают, потому что она совпадает. Ну вот раньше ученые до генетики что сказали? Что арии ворвались во втором тысячелетии до нашей эры. Был такой принятой точки зрения? Археологически это прослеживали по языкам там, когда индоарийские отделились от индоиранских. Другое дело, что на самом деле считается, что Махабхарата и Романьяна они как бы времен ариях эти эпосы. Ну вот. А там что? Я лично сторонник точки зрения, что эти эпосы могли там чуть ли не на месте их проживания, там может они на территории русской равнины возникли эти эпосы, они просто этот эпос несли с собой. Это очень легко доказывать. Вот смотри. Да, в всяком случае они не более молодые получаются, чем арии эти эпосы. Я лично сторонник какой точки зрения? Точек зрения много. Вот у индоарих бог див, да? Как правильно? Дев. Да? У греков теос, да? Теос, да? Теос. Теос там не знаю. У русских... Так, ну у русских допустим бог, да? У индоарих бага, да? То есть это о чем говорит? Что уже был какой-то единый эпос, единое название богов у греков, там, зевс еще. То есть был какой-то единый трехъярусный мир, там, да? Там подземный мир, у греков и у индоарих такой же. Ворона там в Индии, уран у греков. То есть была какая-то единая мифология. Раз она была, значит она уже возникла там, на месте их исторического проживания еще давно, когда они жили на территории русской равнины. Нет, я к чему, да хорошо, если этот мифозик там, значит все равно он не... Да, там, относится, получается, к двум, там, или трем тысячам лет до нашей эры. Треть тысячам лет до нашей эры? На самом деле в МХАРАТе очень явно, хоть и не прямо это не называется, но очень, очень, так сказать, почти очевидно описано огнестрельное оружие. Ну это уже тайны, ты сейчас говоришь, там, в арабской цивилизации там вообще есть свидетельства, что была какая-то атомная война, там, и это оплавленный кирпич там вообще... Ну что, так еще какие-нибудь общие вопросы вновим, чем по ходам будем передать. Может быть все-таки ближе к конкретной цивилизации, да? Да, переходи к конкретному и... Нет, то, что ты говоришь, это я не исключаю, что там было, может, какие-то высокие технологии... Да нет, ну скорее всего это говорит мне о высоких технологиях, о том, что эпос написан там в эпоху огнестрельного оружия, реально. Может быть, ну это знаешь, такой вопрос ты сейчас задаешь. Ну понятно, ясно. Там и летающие тарелки описаны. Ну, значит, тогда мы возвращаемся к житиям нашей европейской части и постараемся понять, что поляки на самом деле с русскими сильно различаются, да? Ну как различаются, тоже такой... Ну, почему? Просто с ним разлив. С ним разлив. Ну как это различается? Один род, общий предок жертв. А украинцы? А белорусы? Украинцев, у белорусов, я не знаю, не молодцы всего. Украинцев, как у русских, тоже за 280. То есть 280? Ну там дальше они тоже делятся. То есть у поляков они как бы отличаются сильно достаточно? У поляков просто основной субклад другой. Ну вот. Вот там же тоже, понимаешь, никто не считал пока, вот по проценту никто не считал. Я вот не знаю, сколько у поляков вот этого СНИПа. Я не считал его. Я не знаю, с этого СНИПа сколько. Надо же посчитать, чтобы говорить правильно. Я только считал башкир, понимаешь? Я не считал, как я могу в части объективный вопрос ответить. Вдруг у них столько же, как у русских, понимаешь? Ну я просто знаю, что там есть отдельно. Вот у скандинавов, допустим, вот у скандинавов, у них вот есть отдельный свой субклад. Да? Вот это у скандинавских субклад. Это у них характерный субклад. Это как... Сейчас я покажу, как у скандинавов появились. Вот. Значит, тут мы выяснили, да, что у нас общий предок у всех вот этих эродинаши. Мы, кстати, только одну поплогруппу сегодня обсуждаем. Я не знаю. Но мы потом мир показали на этих эродинаши. Мы в этой стране тоже будем обсуждать. Помнили? Вот мы все произошли отсюда. Вот у него два сына. Угу. Упала бумажка. Да, да, да. А вот этот разделился дальше. З-284, это стал предком скандинавов. А вот этот стал предком славян. Не только славян. Ну, славян он основной. Там еще были М-458 и так далее. Вот. То есть скандинавы ближе к славянам. Видишь? То есть они происходят от этого. Эти дальше стоят. А дальше-то кто там? Ну, это дальше тут Индари находятся. Афиранцы. Афиранцы. Башкиры там. Карачайцы. Понятно. Все там короче. Осетины. Ашкенази там все. И Ашкенази там, да? Да, они все там. То есть очень интересно. То есть Ашкенази с Волгой были. Ашкенази – это потомки Хазара. Ну. Не все, конечно, но часть. Там тоже они все разные. В Ашкенази. То есть Хазара все-таки отдельный был этнос, да? Я считаю так. И Игорь так не считает. Понимаешь? Да, я не считаю, да. И Игорь так не считает, понимаешь? Да, я не считаю, да. Ну да, что это типа гоплогруппы россиян, да? Хазарских. Ученые тем спортом. Я лично считаю. Они по-неопланетологически это данное. Что говорят? А что там определить? Как определить могильники одинаковой культуры? Сейчас нас с тобой похоронят, понимаешь? Как выделяют, где здесь по культуре? Ну, такая должна же, если это была самостоятельная великая цивилизация, хотя бы как-нибудь способы захоронения. А если одно население было, Вадим Каганат входил, как оно будет отличаться? Вот мы с тобой живем в России. Нас одинаково с тобой похоронят в одном гробу там. Ну, в одном, там, в одного, может, мастера. Ну, здесь тоже разные все-таки. Я к тому говорю, что вот археологи, они же все-таки не настолько прям вот безупречные. Они смотрят по... Вот как культура уделяется? Вот видят вот эти горшочки, у них роспись отличается от этих горшочков. У этих такие наконечки. То есть, получается, что пока аплогруппам они поближе будут к башкирам, к татарам, да? Вот давай современных людей брать. Левиты Ашкенази, да? Да. Кандариям, башкирам, татарам, киргизам, пуштунам и прочим. А славяне ближе к скандинавам. Вот если говорить по каплогруппам. А давайте легенд попробуем посмотреть. На каплогруппу. А то вы иеродина, все иеродина. А может вообще другую тему обсудим? Ну, давай. Давайте вы, выступайте. Не, а чего я, я не знаю, чего выступать-то. Не, на самом деле... Я не хотел бы только на эти генетики говорить. Ну, полно же тему есть. Не, ну, интересно, на самом деле, как раз в прошлый раз это какие-то подробности. Просто не часто у нас бывают в гостях как бы специалисты под этим вопросом. Да нет, вот честно сказать, не считая себя специалистами. Ну, не важно. Во всяком случае, намного больше любой из нас. Хорошо. А проблема вот этой Ай и каплогруппы. Это герцеговинцы от скандинавов. Они... Скандинавов много Ай и на Балкан. Это совсем разные Ай. Это очень разные. Вот это вот. Ну, это же Ай-2. Вот на Балканах Ай-2 вот эта каплогруппа. Не обязательно. А, Ай-2. А у скандинавов Ай-1. Ну, это то же самое, что G-2 и G-1, понимаешь? Ну, это... Ни о чем, понимаешь? Как или там R-2, R-1. Так, насколько можно полагать, что именно была габлогруппа при автоктонного населения, только куда они не пришли? Ну, пока-то в Европе нашли. Ну, то есть, судя по всему, это вот... Я же поддерживал... Ну, это учитывая то, что не тестировали толком Азию. Всяком может быть сюрпризы, могут быть. То есть, все-таки это габлогруппа автоктонного населения? На сегодняшний день, да. А почему у нас... Ай-2. 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 Нет. Есть база данных генетическая, да? Вот генетическая база данных есть. Что по ней видно, как определяют? Вот берут там габлогруппа А. Она в Африке в основном. Габлогруппа Б в Африке в основном. С. Опа. Казахи, монголы... Короче, это уже всё. Дальше они вышли с Африки, короче. Д. Тибет. Как они туда попали? Ну, зашла популяция людей в горы, замкнулась там... как бы сходит нас вот они д и хамиты да то есть еще там дальше алфавит же 7 ты появляется то есть ай вот их нашли только в европе поэтому считает автохтон ну исходя из сегодняшних данных завтра откопают как бы там r1a р1a восточная европа дарь и прочие и ради бы западная европа по поводу 1b насколько сильно скажем у басков и испанцев отличается на башкирской у башкира на это как сказать по сниму сейчас проверяем башки сейчас буквально скоро статья вы по ним у башкир значит там тоже разные гоплогруппы если родим бы там тоже разные снипы вот такая гоплогруппа она близко да да но у всех европейцев но она тоже очень древний то есть она там тоже начала дробиться и вот башкиры на сегодняшний день пока данные получили это вот такой снег 0 150 это восточные связаны ну сейчас мы проверяем их на связь с курдами то есть все подтвердить что башкирский ради бы будет связано с курдами если этот с ним подтвердиться вот сейчас проверяем башкирский это только один роду башкир есть у башкир вот такой ради бы у 152 это потомки тельдер то есть как каким образом когда гуны гуны торглись в эту европу у них гунский союз племен состоял из германских племен там и славянских то есть гуны когда говорят гуны это не значит что они все были там с азии вот кого не занимали все туда и входили алланы там германцы славяне и какой-то урод в эпоху великого приселения народов попал на урал от него происходит у башкир вот этот снип то что он встречается только у кельтов там варьков так далее то есть он не уральский более более поздний но есть спорная теория что поскольку с ним дальше этого не делали башкиры может быть он и на урале возник но такой знаешь сейчас не подтвержден я сторонник точки зрения что они все-таки сфор великого приселения народа потому что не может такого быть европе есть они там на урале только такой знаешь локальный вариант то есть великое переселение народу было да конечно было то и доказывается это все ну конечно доказывается такой а как объясняется это все зачем народы переселять климатические изменения почему р-1-пэта так далеко ушел то прямо в тот самый край на западной европы только вопрос даже который надо задавать туда я не знаю почему он шел вот у нас получается практически отсюда с русской равнины с юга ее смотрите максимальная концентрация была у басков не только у басков у кельтов у всех вот смотрите давайте так разберемся давайте сейчас лучше посмотрим у кого каких народов какие-то по группы вот давайте пока возьмем такие наши народы не буду брать там африку то что мы здесь живем вот и ради надо они славяне туда относятся дарьи и так далее это в основном пашкинази которые туда все крышки и родим бы кто туда относится раним бы туда относятся кельты потомки кельтов такого народу нет кельты кто такие потомки кельтов бритые ирландцы шотландцы вот это вот них вот и родим бы баски у башкир это основная группа у башкир у французов много но это тоже это все кельское галлы все это те же самые с французами а у немцев мало у немцев это основная группа ну примерно сколько родилось 47 процентов это нормально 30 процентов у них и родина то есть немцы тоже а по поводу плюсов и пытались озвучить например отбаваться по генетике я знаю что восточные немцы и родина я вам тоже думаю что родина машина есть у машины настоящего фамира по-моему это и любовский трюк баски там вот допустим кто еще какие по группу ай гоплогруппу шведы датчане то есть это ай-1 давайте начать датчане ай-2 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 это сердце больше все балканы едам хамиты берберы эфиопы и итальянцы а хамиты это эфиопы фиопы всякие мухамитская группа языков восточно-африканс восточная африка сомали кстати нельсон манделл гоплогруппы е тоже да даже он даже они с ними смогли даже нормальный африканцы свои среды не смогли выставить себе лидера да ладно нормальный мужик завезли его в результате из этой восточной африке ну в общем этот тоже не легенда не легенда проверили его родственник объекта по группу и этот наш говорил как по группе это леонардо да винчи оттуда эйнштейн личный штейн гибер они родственники на самом деле почему эти колька по группам но не близкие родственники естественно там нету просто этому что тоже струк какой-то но она не зачем продаю вам не стану 5 процентов по русской популяции даже только едва не просто когда и древней египетской цивилизации е то есть когда а по мумиям чего черт посмотрели что нашли мы не читали там голову по мумиям вот так вот для 1b и у них нашли форму ну да а страны не публикует почему не знаю ведь они уже семь или восемь сказали мы сейчас все наши мумии обследуем и узнаем какие я не верю что будет все публиковать некоторые данные могут шокировать зачем их публиковать вот и эта политика начинается жила посмотреть а вопрос такой шокирующий ну может у них была группа какая-нибудь такая которая не очень будет приятно например ломать стереотипы башкиры появились как народ уже это почти название народов это все позже там скажите европейская какая-нибудь зачем ломать вот допустим куриши туда яркий пример куриши да это плене из которого вышел мухаммед пророк да у них родина уже смешно да то есть они по легенам потомки авраама по генам нет зачем ломать стереотип сейчас можем проверить то есть взять там это то есть то есть то есть то есть то есть авраам получается нет он получается просто сейчас вот как бы потомки авраам вообще же один он не был потомкам авраам потому что коины коины которые происходят напрямую вот там этих арон и прочее и арабы они оба восходят к этому предку который жил 4000 лет назад это называет ген авраам его коины это ну понятно что у коинов и арабов общий предок и поэтому решили что он жил коин общий предок не прямо у всех этих арабов тоже разные есть и поэтому решили что а у левитов например должен быть у левитов левитов и родина то есть тут такие вещи никто не будет делать потому что получается что как бы если исследовать генетике получается мухаммед тоже он был из рода арии а я вообще обратил внимание и родиначники они все такие духовные учения создавали веды коран получается то же самое тору ну кого не возьмешь левиты они писали тору да это писали индоарин а моисей то есть получается что а моисей как найти ген у него потомков не было близких а вот моисей был и вот был моисей был аарон его друг братчик может брат вот от него идут происхождение коины такая то что они от него это как у них по библии это все да а это там своего родащика идет от авраама а моисей как-то рядом был да мы не знаем кто моисей но может он если он брат аарон по библии он брат аарон а там понятие брата библии может означать не обязательно родственная связь это может быть просто соратник обозначать ну короче ладно вот смотрите есть давайте так традиционно возьмем вот традиционный взгляд берем вот эти коины всех вот традиционный взгляд какой вот в библии вот был авраам у него было два сына да там один стал предком арабов другой стал предком евреев из мою это предок араб и сада ну так и она и подтверждается по данным днк тестирование вот эти коины ведут свои происхождения от этого высока у него второе имя заряд для полу якова я вот они аароны коины ведут от него свое происхождение я уж там не беру аарона ближе вот они от него ведут свое происхождение и у арабов есть тоже один род такой тоже на раду тоже разные там я родина и все что угодно есть там и же два у них есть у арабов у них вот этот рот совпал с ними и общий предок жил три тысячи лет назад то есть подтвердилась библейский да и когда этот исследователь первый провел клёсов не даже за это евреем учили органы то есть как бы первые впервые достоверно было доказано что действительно существовал общий предок арабов и евреев который жил нет но понимаешь это биологически подтвердил вот это понятно то есть все так знали что у меня ну знали то знали но когда проверяет там еврейского первосвященника который там те показывают а за ноги вот я происхожу от авраама а за проверяет он совпадает а за левитов к чему-нибудь дали кому очень хорошее тоже доказали что меня один а один я с левитами не общался это имеется ввиду я не знаю я просто знаю что клёсову который первый открыл и мы вручили вообще первому славянину вручили такую еврейская организация чего орден то что он впервые биологично основе биологических данных доказал что показывает что сирии расисты что они даже здесь но а также еще до 12 коленок израильного там считается что вот все эти 12 коленок монголы якобы одно из колен но тоже байки склепа не это не так на монголы как у какой группы там понимаешь монголы это опять-таки монголы это не в современном смысле я понимаю но вот те самые монголы которые живут у них основная группа группа c3 как у китайцев что ли? как у монголы? а у китайцев? да вот практически да выезд как 120 и у всех китайцев они же там много народов тоже основная вот ханьцы там есть допустим народ мяу-яу это предки это братья наших этих фенолдов у них n а у японцев? там все подряд и d у них есть и o есть и немножко d у них и n есть у японцев есть n поэтому имя ново-японцев а у айнов д они родственники тибетцев а д д тибетцы да? да тибетцы ну там легко объясняется они просто когда выходили с Арктики группа людей дошла до этих а когда у Новой Зеландии тоже d по всей поэнезии d а у столицев какая? каких? c3 c не у них c просто как они у индейцев? индейцев почему? индейцев основная ку основная ку индейцы в Америке да? ку ку попадут да то есть они не пришли с нашей территории да правильно? с нашей территории пришли в Евразии тоже ку есть ну а вы что пришли? нет там у разных народов кеты вот я сторонник точки зрения что ку это была протофюрская композонка тоже ну а сейчас просто это проверять на теорию ну то есть вот я по ком посмотрите в Сибири в Сибири гоплогруппа ку очень часто встречается кеты селькупы там народы куланки чайки и прочие вот ку да у них есть а в этом как сказать это вот Евразия это Америка а у у основного населения коренного населения Америки гоплогруппа ку у них там есть еще c3 тоже но это поздняя миграция это на дэни языки на дэни а какие-то проэкологические данные у них есть? конечно есть по Америке что говорят? ну тоже ку то есть все там устойчиво ну это вообще южная Америка и Инки и Майи и все прочее там часть вообще закрытые исследования вот вы не думаете что вот закрытые то есть конечно но часть открывают часть закрывают может быть что-то есть сенсационное но я не знаю таких а на южной Америке тоже куда везде ку там? Южная Америка почти однородная а уже северная она смешана я прошел раз говорю уже северные индейцы они уже помесь там и потомки европейцев есть получается что как бы хоть исследование проводится но правда до конца неизвестно конечно нет потому что могут это неприятные последствия быть это получается уже нечастное это уже не наука ну это претензии я понимаю что никому а ты знаешь все что связано с генетикой всегда будет наполовину только говорится я не верю что там будут все данные открывать там есть много вещей которые нам просто не говорят вот человек допустим вот ты сдал ДНК может быть ты про родитель новую гоплогруппу тебя про это скажут нет ну ты вот и будешь считать что ты родина может тебе уже какой-то набор генов идет да да от тебя уже банку со спиртом приготовили она уже заготовлена там и стоит шутка шутками я просто не верю что все данные открывают я просто сам в этой области работают даже мы не все данные открываем хотя мы не занимаемся чисто биологическими опытами просто отсылаем в америку у нас есть проект мы просто пишем научные работы ну чтобы как-то диссертацию защищать у нас такая цель а если мы даже закрываем а что про них говорить у них вообще вся база они сидят там в лабораторию все это выделяют а вот народы которые жили вот на острове там где стоят пасхо пасхи там что нет они пришли с этой сази теория тура хрюдавы утвердилась там вот то что я знаю а там это есть по егарам да есть по ним данные но просто ну это они сази в основном переселялись там разные же тоже есть проценты а значит какие-нибудь острова изолированные которые в которых что-то такое особенно было пока си изолированные группы каплогруппы в африке находится не по этому считается что африка именно про родину есть вот клёсов да плюс он считает что африка не про родину человечество я никак и не понял я читал его статью слушал с ним видео какие данные напираются что африка не про родину я лично вот ну никак не как-то потому что а самая большая мегабазия нет вот клёсов есть вот вы почитаете его статьи там я всегда увидел он говорит да вы не с африки мы вышли я просто не знаю как это комментирует то что может политически уже какие-то желания не знаю я отлично пока не вижу других данных откуда люди вышли вот я никак не могу ну не знаю я просто вот этот вопрос избегает то чтобы на него отвечать надо же профессионально по всем вопросам по антропологии с антропологи общаешься с африк люди вышли а может быть клёсов прав я не знаю можно один пока прав а вот греки и римляне снимешь там как там все есть носители эндоевропейских языков вы знаете это были эра дина у грека да у всех эндоевропейских народов эра дина почему ну как почему население греческий язык у нас греческий язык куда то есть испансов то там днем с огнем не слышали что сейчас нет раньше были ну нет испанцы вот кто такие испанцы испанцы это вообще-то они говорят на латинском языке то есть они говорят на языке римской империи то есть это не их родной язык была римская империя доходила иберийский полуостров население этого полуострова в итоге испанцы и португальцы стали говорить на этом языке латинская америка на каком языке говорит ну да ну и чё но они же все равно там коренные население другое латинская америка то есть ты не сразу вот я сейчас говорю на русском понимаешь я же как бы то есть надо понимать что языки менялись мы сейчас говорим про кто был латиняне да вот латиняне это народ который ну жил в древнем Риме правильно от них произошли все латинские языки то есть он стал государственным языком римской империи вот они были носителями этого языка протеинга европейского у них гоплогруппы р1а должна быть ну их нужно найти и протестировать у нас же очень просто хранилось большое количество этрунских граммниц поэтрунских кто ну я же тебе говорю но не все данные открывают то есть не показали не показали то есть есть данные не показали я лично считаю что есть какие-то не очень приятные вещи которые могут неприятно шокировать интересно этот самый плащенец который был обернут а кстати хотели протестировать да ну строгий запрет вышел потому что ну по идее противоречит библию у христа не должно было быть отца потому что в библии написано что он от святого духа то есть если еще выделить там библию по группе то есть понимаешь ты все равно вторгаешься в такую тему очень тонкие зато мы узнаем какого бога саваафа это уже все это уже скандал ты понимаешь люди там убивают друг друга за то что там изображают там мухаммеда как-то или еще что-то уже за это убивают а там вообще не знаю что будет это мировый скандал их можно не спрашивать ну понимаешь если бы все были умные как ты ну может быть и протестировали просто не разрешали конечно не обрывать нельзя вы знаете есть мониторинг протестировали а узнали условно говоря какая была группа вот это скажем так площадь да ну знали вот часть людей там десять человек ну и все как бы остальные просто как бы кстати же много же на самом деле этих святых да вот этих мощей да конечно можешь тоже все протестировать и тоже что-то выяснить я лично считаю что это правильный шаг потому что вот представь ты это обнародовал Вот есть определенные традиции. Христос произошел от святого христа. Ты как ученый говоришь, а если тебе не охота вызвать военный конфликт? Вот представь, ты ляпнул, из тебя войны начались, убивают людей. Ты сидишь и думаешь, зачем я это говорю? Есть фильм, где нашли якобы могилу Христа. Все признаки были, что человек был распят. Я считаю, умные люди. Оппенгеймер или Никола Тесла мог какое-то изобретение оставить. Сейчас бы мы друг друга убивали мыслями. Он взял и уничтожил. Я считаю, это правильно. Если это вред привезет. Прогресс же неостановим, рано или поздно. Как само христианство говорит, ничего нет. Может быть, через новые лет вот эта мысль, что у Христа был земной родитель, она станет нормально. Не будет шокировать. Сейчас невозможно. Во-первых, еще неизвестно, как ученицы предъявлятили. Это русские захоронения тоже раскопали, тоже данные засекрепили. Раскопали или не раскопали под вопросом. Засекретили или не засекретили под вопросом. Лично мне просто не вызывает никаких сомнений, что кому надо, тех тестируют. Но кого тестируют? Получается это или нет? Открывает или нет? Мне таких данных нет. Представь, ты биолог, у тебя все данные есть. Тебе надо узнать что-то. Ты захотел для себя протестировать. А открывает только то, что, как сказать? Не противоречит. Не ломает. Да, да, да. Стереотипов. Я даже не знаю, какие войны идут из-за того, что... Вот андроновцы, да, андроновцы. Ну вот, индоевропейцы у них в основном R1B, да? Андроновцы, ну знаете, такая археологическая культура. У них R1A. Ну и что, знаете, как эти ребята обиделись на этики? А андроновцы, они где они раскопали эту археологическую культуру? Ну вот, на территории России, Казахстана. А что их бежатство? Нет, ну они считались... Ну как, R1B раньше, вот смотри, R1B, вот когда генетика только начинала свои обороты набирать, считалось вообще западноевропейской группой и так далее, что это индоевропейцы. Потому что она в основном у них встречалась. Ну ладно, считалось, считалось, давайте проверим теорию. Надо же проверять, надо же ДНК брать. Вот западноевропейцы у них в основном вот такая группа. А что, по данным поля ДНК и R1A вообще? Нет, а почему они связывают западноевропейцы с андроновцами? Я к примеру тебе говорю. Ну как, западноевропейцы, они же тоже индоевропейцы? Да, он тоже, да. Ну раз считалось про Родину. Ученые ищут там про Родину индоевропейцев, правильно? Вот индоевропейцы есть, они делятся на западных и восточных. Ну, Родина и R1B? Ну, по идее, у андроновцев должно быть хотя бы R1B. Ну где, нет уже. То есть андроновцы не говорят про Родину индоевропейцев? За русской равнины где? За Родину в европейском. Адроновцы-то где? А что это ломается? Адроновцы жили от Волги до Красноярского края, от Урала до Индии. Вот это андроновская территория. И все и Родина, да? Ну как все и Родина? Ну какие данные открыли и Родина? И че народ обиделся? Ну как обиделся? Такого понятия нет обиделся. Зачем? Ну смотри, раньше считали R1B. Вот смотри, вот как генетика началась. Вот появилась новая наука, стали европейцы тестировать. Американцы, англичане. У них основная группа группа, 89 и прочих процентов. Ну все, индоевропейцы стали славян тестировать, их Родина. У славян в основном, да? У каких-то групп скандинавов, прочих, часть немцев и так далее. Здесь R1B. Ну надо же проверять на палео ДНК же тоже, мы же не можем, как бы сказать. По современным людям только касательно. Стали проверять у ископаемых из танков R1A. Здесь о чем говорят? Тут произошла смена языка. Они говорили на другом языке. Но перешли на язык вот этих народов. Понял? То есть R1A возможно захватили и западные? Наоборот. По точке зрения археологических данных и прочих. Наоборот. Значит R1A в Европе жили намного раньше, чем R1B. Но раньше пришли. Приходят R1B, началась война. R1B победили. Захватили женщин. Этих поубивали. Дети рождаются. Переходят на язык матерей. Матери говорят на языке родина. Отцы там. Так нет. Если бы они победили, откуда они пришли? Тоже с Востока шли. Ну с Востока. Ну чего тогда они дошли до Запада? А на всем восточнее их днем согнуть? Посмотри. Ну как днем согнем? Ну мало же. Посмотри. Посмотри. Конечно. R1B везде. Вот сейчас я не считаю. Но R1B везде. Башкирия – это редкая экзотика. Кто? Башкирия – это редкая экзотика. Но дело не в этом. Посмотри. Вот сейчас, смотри. Раньше сейчас никто не будет говорить, что R1B – это западные европейцы. Потому что она есть уже не только у западных европейцев. Это раньше так говорили, когда начинали тестировать. Сейчас так не говорю. Вот очень давно, там 20 тысяч лет назад пускай, да? Вот Центральная Азия. Центральная Азия я называю это Анголия, вот это Алтай, вот этот регион. Вот двигаются две гоплогруппы. Вот первый приходит. R1A в Европу. Ну, через некоторое время туда приходит, ну, R1B. Они этих уничтожают. Вот не всех, конечно. Кто-то спасся, кто-то туда отошел. Вот почему там есть древние совклады в Европе. Потому что они спаслись, там разбежались. R1B побеждает, всю Европу захватывает. Ну, ладно. Короче, вот, евреишкинази, вот они ведут свое происхождение от Тагармы. Кто такой Тагармы? Вот в Библии есть такой. Сын, сын там Магога и прочее. Канезьяшкиназские. Ну, почитайте Библию. Вот Канезьяшкиназские. Они не ведут свое происхождение от Тагармы. Они ведут свои генеалогии от другого рода. Их и гены другие. А эти, которые ведут коины от Авраама, их другой. То есть потомки Авраама у них же один. Нет, в смысле, коины, они по их преданиям, они потомки Авраама. Да. У них гоплогруппа же один. И коины, как бы, у арабов, у коинов есть общий предок. Да. Который жил 4 тысячи лет назад. Это подтвердило библейское сказание. А у Ашкиназов, у них другая генеалогия. А еще такой вопрос. А вот славянский СНИП находили у каких-нибудь неславянских народов? Конечно. Да. Башкир, татар, очень много. Там возраста надо знать. Может быть, это действительно какой-нибудь русский парень приехал в 19-м веке. Мало ли что. Всяко бывало. Это сразу будет видно. Ну, ему окажется близким ростом, там, 200 лет. Ну, понятно, что это от русских перешло. Крестьяне какой-то. Башкир, татар, ладно. А у европейских каких-то народов нет? Конечно, полно. А каких, допустим? У всех народов есть. Это очень… Вы знаете, вот Z2123, вот я говорю, да, только в Азии. У русских тоже он есть. И он тоже древний. Это о чем говорит? Вот. Это который… Характерности по-славянски Z280, да? Да, это у большинства. Как называют характерность? То, что он у большинства. Ну, а Z280 у каких-то европейских народов есть? Есть, конечно. Давайте все-таки вернемся. Вот ты из этого, из Центральной Азии… Ну, просто процентное сношение его меньше. Ну, на сколько процентов там каких-нибудь? Ну, никто не считал пока, да. Давайте про миграцию этого. Вот из Центральной Азии Родина сначала вышла, потом Родина… Вот они дошли, Родина приходят в Европу, освоили Европу, живут. Приходят Р1Б. Я сейчас не показываю маршрут миграции, есть разные карты. Я лично там, ну, спорные считаю многие. Вот Р1Б приходит. Начинается война с этим. Р1Б побеждает. Отнимают женщин. Детих уничтожают. Те, кто спасается, там разбегается кто-куда. Не только Родина там жили. Там еще ГЭ жили. Гоплогруппы древние тоже. Ай. Вот эти Р1Б захватывают Европу. Кстати, это по письменным источникам. Келька приходит откуда-то с востока. И вот так получилось, что переходит на язык вот этого населения Родина. Какой у них был свой язык, неизвестно. Но реликт сохранился, басский язык. То есть женщины отомстили, короче, да? Не знаю, как отомстили. Скорее всего, было как. Вот он взял женщину, ребенок родился, он за его воспитанием не смотрит, он говорит на языке матери. Полно таких случаев в наше время. Нет, если бы это было так, то тогда бы у нас по пути путешествия Р1Б было, а у нас оставались бы страны с преимуществами Р1Б. И кто у нас остались? Вот этот путь прям прослеживается. А какие они остались? Пожалуйста, показываю. Вот Алтай. Центральная Азия, да? Да. Кумандинцы. Народ есть такой. Кумандинцы. Шорцы. Это все на Алтай. А это Р1Б. Причем Р1Б древние. Дальше идут Куланы. Р1Б. Башкиры. Р1Б. Вот заходят, и тут начинается вид ветвление. В Кавказ уходит часть Р1Б. А у них там у кого? Там полно. Даргинцы. Дигорцы. Осетины. Там уже очень много нас. Конечно. Там прям есть высокие популяции гоплогруппы Р1Б. В Иране очень высокий процент у курдов Р1Б. Да. У годов много чего есть. И вот уходит часть Европы Р1Б. Вот пожалуйста. Нет, если бы так было бы, если бы такая версия была справедлива, у нас бы в Польше, в Чехии, в Словакии подавляющее большинство было Р1Б. А ты зря думаешь, что население как сохранялось. У тебя одна ошибка есть. Ты думаешь, что они шли и обязательно кого-то должны оставлять. Да. Они, во-первых, оставляли там, где были какие-то более-менее природные условия для жизни. Так почему они сосредоточились всей толпой на самом западном побережье? Потому что они могут быть всем народом туда идти. А почему нет? А почему нет? Вот взял, вот мы сейчас всей толпой соберемся и пойдем. Почему нет? Почему мы обязательно должны Стаса где-нибудь выбросить? Там как хочешь так же. Нет такого? Как обычно народы переселялись? Кого-то изгнали из общины. Изгнали. Вот он стал башкиром, понимаешь? Может его изгнали вообще? Так нет, а почему не обратное движение было? У нас получается, вначале прошли Р1Б, а потом пошли Р1А. Наоборот, Р1А первые пришли. Почему? Как почему? Это вопрос такой риторический. Как это доказать? Ну, у них древние субклады, возраст древнее пали от ДНК. Вот берут, вот древние люди жили в Европе. Древние люди жили в Европе. Берут у них ДНК. Мы сейчас андроновцы не берем, андроновцы жили в Азии. Берут ДНК у древних европейцев. Р1А у них древнее, чем Р1Б. Понимаешь? Ну понятно. Помнишь у германцев, что они раскопают? Ты о чем говоришь? Приходит Р1Б, предки кельтов, басков. Там уже живут Р1А. Начинается война. Причем война была такая, ой-ой-ой, там по археологическим данным каннибализм был. То есть они заплатывали этих бедных Р1Ашников, ели их, готовили. То есть там такое было. То есть средний урок повезло, что Р1Б просто по ним подскакали колопом. Просто почти не останавливается. Может там неблагоприятные условия жизни были. Мы не знаем сейчас, какие причины были. А эти племянам, которые жили на территории нынешней Испании и особенно страны Пасков, им вообще не повезло. Потому что по башкирам местным условиям очень понравились. Вот это же башкиры. Вот это башкиры съели. Я не знаю, кто кого съел. Я просто знаю, что когда археологически раскапывают эти источники, то есть там был каннибализм. То есть реально шла какая-то с востока группировка племен. Сейчас мы знаем, что это как бы были Р1Б. Там Палео ДНК приходит. Плюс письменные источники. Они просто не просто завоевали, они ужасно водили на соседей. Там просто все гоплогруппы, которые жили в Европе, там же не только жили Р1Б. Там жили ААИ, там куча. Они просто их всех разбили, раскидали. Как давно это было? В историческое время? Да, в историческое это время. Около четырех тысяч лет назад. Там плюс-минус. То есть они захватывают Европу, полностью Европу заселяют и полностью геном меняется население Европы. Причем они то есть все уничтожают? Ну как меняется? Какие-то частички остались там? Как говорится, кого не съели? Там монгольская ига. Ну ига не ига, но это было скорее такое. Ну и мало приятно. Есть очень хорошие передачи. Вот скиньте свои имейлы. Я вам скину на National Geographic по этой теме. Прекрасные передачи с нами. Как шло заселение Европы. Какой там ужас. Какие? И по парламенту, и антропологии. Там просто они все передачи взаимосвязаны. Из передачи 20-летней давности, которая сейчас подтверждает эту гипотезу. А почему Р1Б тогда осталось на русское равнение? Почему тут они его жили? По теории Плёсова, он так считает, что они жили раньше не на территории русской равнины. Давайте сразу говорить. Это были не Р1. Вот смотрите. Индоевропейцы это вот. Запомните. Давайте вот это. А его предки вот эти. Это же его предок. Видите? Его предок. Одно. Кто они были по языку неизвестны. Понятно, что у них язык был близок. Раз это протеин до европейцев, значит у них язык тоже был. Он просто ближе был к стратическому, к общему языку. Они жили в Европе только ближе не к русской равнине, а к центральной Европе. Германия там, Франция там они жили. То есть это именно те, кого съели, да? Слушайте дальше. Доходят эти Р1-бэшники. Вы зря сконцентрировались. Зря он сказал про то, что съели. Сейчас вы будете этих Р1-бэшников дразнить. Антона там. Вот. Ну ладно. Дело не в этом. Вот они доходят до Европы, потесняют их, уничтожают там. Бедняги эти спасаются. Кто-то уходит на Британские острова, потому что в Британии нашли реликтовые субклады. То есть это те, которые спаслись бедняги. То есть путь перекрыт. Если пройдешь, то погибнешь. И они пошли в Британию. Осколки такие разошлись. И основная часть этого рода уходит на русскую равнину. То есть вот они пришли отсюда, эти разбежались туда, а эти ушли сюда. И вот они на территории русской равнины стали предками протоиндоевропейцев уже. Вот этот род. Такая Р1-бэ не индоевропейцев училась? Их язык неизвестен. Ну Балский язык уже какой-то там. Смотри. Предки европейских народов на самом деле это не европейцы? Каких европейских народов? Европейцы русские тоже. Где Р1-бэ? Р1 западноевропейский. Западноевропейский. У них предки не индоевропейцы, у них язык только индоевропейский. Язык только. А предки у них другие, но они тоже родственники. Ну как он? Ну понятно. Посмотри. Вот смотри. Вот был Р1, да? У него был какой-то язык. Мы не знаем, какой язык. Он жил 20 тысяч лет назад. Какой язык? Как можно узнать? Вот у него два сына. Р1-а и Р1-бэ. Понятно, что у них языки были какие-то близкие, да, эти? Правильно? Да. Два сына на одном языке, говорят. Ну, 20 тысяч лет тому назад они могли разойтись уже. То есть в возраст там 4 тысячи лет назад. Ты знаешь, языки меняются, да? Ну, не совсем они сыновья были, они могли на разных уровнях быть уже. Я пример говорю. Ну, ты понимаешь, что это было два субклада, которые происходили от одного народа. Вот они разошлоятся. И вот здесь уже, когда эти приходят уже там, ясно, что вот у этих язык уже поменялся с годами, там, у этих поменялся. Понятно, что уже полярность была. Ну, ты сейчас на английский язык тебе нужен, чтобы учишься английский, переводчик нужен. Это тоже индоевропейский язык, там, или испанский. Они же не говорят, как, допустим, славяне. Или индусов тебе надо тоже учить, санскрит. Ну, и все вот, как бы, были очень далеко родственные эти языки. Но в основном они перешли на языки вот этих. Просто раньше логика какая у Игоря была? Игорь Михайлович, что физически они завоевали, а культурно они взяли... Вот я и хотел сказать, когда логика раньше была, та культура, которая побеждает, те вроде как бы всегда считались победителями. А теперь получается, что... Не всегда. Это полно случаев, когда завоевывали болгары, что завоевали славяна, они что, стали на тюркском языке говорили, что ли? Болгары говорят на славянском языке. Полно случаев, когда народ завоевывает и переходит на язык. Полно случаев это неизвестно, может и так не так у всех было. Нет, простой пример. Династия Юань, да кто ее создан? Монголы. Чего? Китайцы перешли на монгольский язык? Нет. Династия Цин, кто создали? Маньчжуры. Китайцы перешли на маньчжурский язык? Нет. Да они растворились среди этих китайцев и этих. Турких. А там наоборот. Или венгры. 5% венгров. Ну венгров это неправильно. Угров. 5% угров. Угров, да? Заставили 95% венгров говорить на своем языке. Сейчас все венгры говорят на угорском языке. Так что я вам покажу еще. Сейчас я покажу. Как венгру. Не карелу. Не карелу. Не карелу. Понимаешь? Я к чему говорю? Игорь, ну подожди. Турки то же самое. Их мало было. Настоящих турков, которые двигались с этого. Там жили кто? В Византии. В Византийской империи была. Греки жили бывшие. Сирийцы. Курды. Сейчас они все говорят на турецком языке. Нет. Просто я внимание хотел обратить. Что на самом деле из того, как популяция расселена, выводы делают не так тривиально, как Игорь делал в свое время. Ну это понятно. Не так все просто на самом деле. Естественно. По культуре генетика они не могут понимать. Приволинейной логики здесь нет. Вот победил фактически какую-то культуру язык, да, побеждет их народ. А я такое-то представляю. Вот он захватил женщину, да, захватил женщину. У них родился ребенок. Он за этим ребенком не смотрит. Он ходит там в походы воюля. Ну это понятно. А ребенок на каком-то языке же должен говорить. Вот он говорит с матерью на ее языке. А может вырос этот ребенок, дал отцу по башке за то, что бухой приходил домой. И все. И все, пожалуйста. Язык поменялся. То есть он говорит. То есть у него гены отца. Гены отца, да. Вот у него гены R1b. Да. Но он был воспитан матерью. У него язык матери. Язык матери. Отца он убил, допустим. Мало ли, всякое было. Или отец вымер молодым где-нибудь. Его там мамонт завалил. А вот еще про татаро-монгольское нашествие. Как теперь это объясняют историки? Ну исходя вот от… Не знаю. У русских нет монгольских генов. Ну и как это объясняется? Вот как можно это объяснить, если допустим исторический факт такой… Есть три факта. Либо монголы никого не насиловали. Есть же какой-то миф, что монголы пришли, всех изнасиловали и ушли. То есть это как бы… Ну где тогда? У нас тогда должно быть как? Сейчас должны были бы брать русских гены, а у них должны были бы быть как у монголов. Правильно? Этого нету. Значит, вывод какой? Либо они не насиловали… Либо монголы и другой группой группы были. Либо это были не монголы вообще. Нет. Первый вариант – это, конечно, чушь. Дело даже не в том, что кто-то кого-то насиловал, во-первых. Почему? А потом… Нет, давайте аднём три варианта скажем. Первый вариант. Предгодите, мой в BLK. Нет, давайте так. Первый вариант. Подождите, три варианта есть. Почему у нас… «У русских», не… Только у нас там… вообще… Нет, первый вариант. Не насиловали. То есть они были добродушные такие м時間кие. Может, это… Может быть, их не… Наверное. Нет, первый вариант. Может их представляет плохим, мы не знаем… Второй вариант. Это были вообще не монголы. Просто может быть, что не монголы это были. Понимаете? А третий вариант? У них была какая-то гаплогруппа. Если они захватились, значит, они должны... А третий вариант? Это были монголы, но их потомков, вот, как, незаконнорожных детей убивали. Ну вот он пришел, изнасиловал, ушел. У этой женщины родился ребенок, а его убили. Во-первых, я хочу сказать, что первый и третий вариант никак не проходят, потому что, во-первых, согласно историческим источникам, многие люди, приезжавшие из Орды, вступали в службу к русским кизням. Они женились на русских женщинах, так сказать. И помимо всяких изнасилований, так сказать, должны были дети иметь... А это вопрос, говорят, это уже вопрос, говорят, про тюрков. Ты сейчас говоришь про тюрков. Потому что, когда говорят монголы, это же они же разнородные были тоже. У них были наемники, там, кипчай, половцы, которых они завоевали. Такие гены, да, найдены в русских. А это кто такие? Ну, полно таких, фамилии всякие. Это кипчаки, а не кто? Половцы. Понятно, половцы, а погена, 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 погена. У них несколько гоплогрупп тоже, у них есть, и Р1А есть, только своя Р1А. Но понимаете, что Р1А большая группа, у них свой СНИК есть. Р1Б есть. С3 у них тоже есть, своя, а не монгольская С3. У них есть гоплогруппа Аш. У них много тоже. Это такой соляный был на соляномках. Те монголы, которые живут сейчас в Монголии, они родственны казахам, калмыкам, бурятам. Нашисти все-таки подтверждается. Казахи, монголы, калмыки, они один ген имеют. Казахи же тюркский народ, как они могут? Всякое бывает. А у других тюркских народов другие ген. Еще раз, можно подходить с другой стороны. Сейчас, в данный момент, грубо говоря, в России есть определенная габлогруппа. Нужно просто посмотреть, есть ли эта габлогруппа у тех, кто по нашим представлениям захватил нас в качестве монголов. У русских нету их. Знаешь, кто не захватывал? Вот это уже четвертая версия. Вообще никто не захватывал. Кстати, есть очень хорошая, запустим, вот такая косвенная, ну, по вот этим каменным бабам, так называемые. Есть вот эти пловецкие или, как их называют, каменные бабы, которые на курганы ставили. Что интересно, их находят в том числе и в России. Ну, естественно. Да, но не только там в степи где-то. Но, что интересно, оказывается, что в России, на территории России находили как мужские, так и женские статуи. А вот уже в степях туда по-восточнее только практически мужские. Вот слушайте внимательно. Женские захоронения балбалы в том числе есть в Центральной Азии, у населения Сары-Тюргеши. Я просто тем и занимаюсь. Значит, мужские и женские балбалы, они есть у одного народа в Центральной Азии. Сары-Тюргеши. Желтые Тюргеши. И они есть у половцев. У половцев тоже есть. Нет, мужские и женские. Мужские и женские. Да, вот там в степях. Ну, там уже сейчас ученые доказали, что они действительно связаны с этим народом. Потому что половцы, это русское название. Сами себя называли Сары. Сары-Тюргеши переводится желтый, светлый. А половцы, это на русском полова, рубленая солома. То есть это то же самое слово, только на русском языке. Угу. То есть это сейчас и так, и так можно подтвердить. А какой они по генетическому принадлежность катания? Так они по фенотипу, они на кого похожи? Сары-Тюргеши-то. Светленькие. Светленькие. Я догадался. Сильно? Габлогруппы-то они такая. Ну, не русские, но светлые. Габлогруппы. Габлогруппы. Р1Б, Р1Б, М-73. Так а похожи они на кого? Ну, как на кого похожи? Как тебе сказать? Знаешь, актера половец? Нет. В фильме менты играют. Ну, вот он на него и похож. Половец. Простой вопрос. Фамилии сохранил наш. И чтение не отличается никак от этого. Ну, они не русские. Понимаешь, все равно славяне. Вот тоже блондины разные есть. Надо вот, это просто, знаешь, когда смотрят, как в фильме Момино, все русские на одно лицо. Да. А специалист, он сразу видит, это другой блондин. Есть такие круглоголовые, есть глиноголовые. Да, есть финно-угорские, да. Такие, разные типажи есть. Это просто так, знаешь, относить всех вот скопом. Ты посмотри на скандинавов, у них вообще другие лица. Они тоже европеоиды. Или кавказцы, они тоже европеоиды. Они жрецы другие. То есть, это понятие такое растяжимое. Может быть, действительно перерыв сделали. А вот эта гипотеза, точнее, его работа по поводу того, что большая часть российской аристократии имеет финно-угорскую глобобу. Ты расскажешь про это? Я вот такую читал. Не знаю. Задорнов очень сильно продвигал ее. Я ее скопировал и читал. Не знаю. Это надо какие-то реальные фамилии называть. Да, да, да. Реальные фамилии. Только куча там. Он мне статистику сделал большую. То есть, и было узкое двоевское общество, в СПО существующее. Может, это не Клёсов, другой автор? Да, Клёсов. Я просто Клёсов знаю работу. Он пишет, что Рюрик это Р1А. Да? Так что я не знаю. Так что ты говоришь, Рюрик это Р1А. Это другие ребята пишут. Я знаю, спор между ними идет. Потому что потомков Рюрика проверяют, у них две гоплогруппы. Понятно, что кто-то изменил, а кто непонятно. Где-то какое-то произошло смещение. С Пушкиным привезло. Пушкин и все Р1А. И все они родственники. Действительно они от Пушкина происходят. Он внешне был похож на материнскую линию. У него же Ганнибал по женской линии шел. У нас люди не знают, что у него был предок Ганнибал. Ну и что он? У него был по женской линии. То есть отец своего матери. Ну при чем здесь? Внешне спередала. Это вот как ты женишься на негритянке? У тебя ребенок похож на твою жену. На негритянку. То же самое и Пушкин. Ему просто перешло. Я бы тоже Пушкина увидел и подумал, что у него там группа Ж. Вот это говорит о том, что ты на тип он мальчик. А у него видишь мужская линия славянская. У него предок был Пушка. Его так и звали. Пушка. Он там в Чудском. Я читал про его предка. Когда Чудское озеро выложил, воевались. Его предок участвовал в этом сражении. Это был... Может тебе не известные дворянские роды в принципе? То есть они никакие не арабы. Там по женской линии что-то попало к ним и все. С ней... Просто Данька подтвердил это в личный раз. Славянский ген у них. Типичные славяне. Русские. Как большинство русских и славян у них. Просто когда-то женились там. По женской линии. У них что, хорошо? У них одна... А что его скрывать-то? Его потомки все одну куклогруппу имеют. Между собой все родственники. Ну, поверьте. Вот Рюрика... Ладно, я понимаю, там спор идет. Ну, я варенчаря с Ажапска. Ну, ладно, у нас там... В России у Рюрика там две геплогруппы, да? А возьми западные, динайзи, эти... Аристократические фамилии. Там куча геплогрупп. То есть там вообще измены шли полным ходом. То есть одна фамилия, а куча геплогрупп. Здесь дверей-то еще мало. Пару раз изменили. И все, а здесь... А там, где не изменяли, там одна. Османы. Поезду. Верных? Да. Потому что они баб в карьере на тебя брали. Это понятно. Это понятно. Мне кажется, что этим родам так не повезло, да? И европейским. У них измен много было. Ну, а что поделать? Тут уже... А что-нибудь делали там по поводу геплогов? Как-нибудь там что-нибудь? Да там все. Короче, вот берут одну фамилию, у них там куча геплогрупп. Ну, все. Ну, это австрийские же геплогруппы. Но я не знаю, какая у них геплогруппа. Я знаю, что вот у них... Ну, то есть, все геплогруппы, какие есть в Европе основные, у них это есть. Не только у этой фамилии. Вообще, у арестратегической фамилии. Угу. То есть, так определять вот по ним вообще-то сложно. Там действительно палео ДНК надо. Угу. И то, мне окажется так, что, допустим, сын Карла Великого другую геплогруппу будет иметь. То есть, по династии. То есть, надо уже... Там, видимо, каждое поколение это прерывалось. Ну, понятно. А ты почитай их ненравы. Там вообще, ой-ой, что творится. Их там был праздник, они маскарад одевались и орги устраивали. Ну да. Так что, что там искать-то? Искать-то нечего. Какая викинги, какие-то там... Ай-1. Основная группа. То есть, на львежском, да? Да, ванцы, да. А викинги, да. У них есть эра-1-а. У Скандинава уже есть эра-1-а, глагруппы тоже. Ну, этот Z-284. Макдональд из этого рода. Есть такой Саммерлет, знаменитый вождь этих норманов, который там создал королевство своего. У него эра-1-а. Он был ихним вождем. Он их привел туда. А Баргут из этого эра-1-а? Ну, и потомки его. Потомки Соммерлена. Макдональд, вот это все. Эра-1-а. Это другие эра-1-а. Это скандинавские эра-1-а. То есть, они ими те, которые в Шотландию вышли? Да. Ну, как? Вот норвежцы. У них основная группа А-1. Какой-то процент эра-1-а. Но эта эра-1-а есть не только у них. То есть, куда норманы двигались, там они есть. То есть, по-нормандскому это везде эра-1-а. Нормандская эра-1-а. Да. Макдональды, Соммерлены. Это правящие династии. То есть, опять мы смотрим и видим, что эра-1-а у правящей династии. Но это потому, что были они воинами. Это воины были вообще. Они завоюли. Как-то они умудрились эра-1-а. Их хоть и мало было, но они заняли там правящую позицию. Там их много было. Как и у Османов, как ни странно. Просто они были это... Нельзя забывать, что у норвежцев тоже много кланов было. Да. Вот один из кланов, клан Соммерлены, возглавляли как раз эра-1-а. И что, действительно, викинги и нормандцы существовали? То есть, действительно, можно найти, скажем... Конечно, можно найти. Наверное, в Сицилии и в Северной Африке родина их. И З-274. Да. И Ай-1 есть, именно норвежская. Ну, все это есть. Это сейчас проблемы находятся. Прям вот эта территория Нормандия. Есть же это? Да. Нормандия. Да. Нормандия, да? Да. Норвежский у них, Ай-1 вот это все. Так что... Ай-1. Ушел, да, твой друг. Вова, ты ушел? Ай-1. 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 Давайте о чем-нибудь философском поговорим. А вот еще, как хотел, как бы, по поводу переселения. А все переселения были из Азии в Европу или какие-то были там совершенно разнообразные? Разнообразные, конечно. Арии, наоборот, двигались с Европы в Азию. Просто просто интересно, как это все объясняется? Финогли, наоборот, шли из Азии в Европу. Ну, как? А как? Да запросто объясняется. Где-то геналия силой, где-то климатический улог. Какие условия, допустим? А по поводу, тоже Крёса пишет, что финские по СНИПам, финны вообще от финноугов какая-то некая такая уединенная семья, которая не имеет отношения, скажем, к прибалтийским финноугам. Ну, там они разделились, естественно, обособились. К нашим русским. Вот 10 сыновей, один обособился, ушел туда аж, в Финляндию. И жил там всегда никого-нибудь. Конечно, он обособился, у него другая ветка была. Ну, получается, что он такой обособленный, да? Да, он достаточно. Кстати, основание этих гоплогрупп уже построено. Схема, скажем, перемещения народов… Всех гоплогрупп построена. Как, кто куда перемещался и где. Да, да. Есть. А вопрос еще. По поводу наших северных русских, например, поморов. У них в каком процент там? Ну, все северные русские у них высокий процент N1. Какой русский? Ну, высокий. Сколько? Ну, там меняется каждый раз. Ну, выше чем, больше чем Эродина. А, то есть больше даже, да? Эродина, оно все ближе к центральной России и туда. А северная Россия – это Финно-Угры все. Ну, как все. Там есть Эродина тоже есть, но меньше просто. Ну, это нормально, что, народы соединялись. Так они вот такие полумесяцом идут, дальше по Волге. Финно-Угры, они все вот так на севере находятся. Если по карте смотреть, они вот так вот… А всевозможные морейцы там, вот эти всякие… Финно-Угры – это все. Ну, да, конечно, уже особенно южные… Ну, это же локальные острова. А я имел в виду, где вот так более… Как скажем так… Так они тоже откуда-то пришли, или они это местные? Ну, это Финно-Угры. Ну, я понимаю, они местные пришли откуда-то? Ну, как считается? Да, когда-то шли с Урала давно. А еще раньше шли с Алтая. А еще раньше с Китая. А почему они шли с Алтая? А потому что вот эта гоплогруппа П, она предок… Вот эта гоплогруппа П, она предок… Значит, вот Ку, Ку… Это не пишется, а другая пишется. И Р. Р – это европейцы, Ку – это индейцы, П. У этого был еще общий предок. Вот, короче, точка зрения Клёсова, она, наверное, скорее все подтвердится. Ну, посмотрим. В общем, Клёсов, как считает? Вот, человек возник в нем, ну, наш, который сделать 9% людей, они появились не в Африке. Типа, ну, условно, Месопотамия, да? Ну, это пера, кто-то, что-то. Значит, вот он появляется, вот этот общий предок Месопотамии. А отсюда уходит один из его сыновей, он называется Мнобс. Ну, вы уже поняли, что такое Мнобс. Видишь, да? У него несколько сыновей. Его просто так назвали, потому что это был… Он ушел в Центральную Азию. Один его… Слушай, 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 сейчас не понимаю, смотри. Один его сын был Но. Другой сын был П. Четыре сына. Один Эс был и один Эн. Вот эти Но разбились на два сына еще. Эн – это финно-угры. Ой, это кто? Кто? Китайцы. Китайцы и финно-угры – они близкие родственники. Ближе друг к другу находятся. Ну, это так вот. Удивительно вообще. Ну, вот так вот. Эти разбились в П. Разбились на Р. Это кто? Родина, Родина, Родина. Европейцы. И Ку – это индейцы. То есть индейцы нам родня, если уж так брать. То есть индейцы нам ближе, чем финно-угры, по идее. А я думал, что индейцы имеют в виду американские. Да, аборигены. А вот эти, М – это кто у нас? Это папуасы. Вот так неудивительно. А вот эта вся толпа. Вот эти Г, Ж, они еще там находятся. А? Тоже с папуасами, с полинезой туда. Вот так все. Вот. Я только, как ты понял, даже в Википедии есть. Да. На самом деле, получалось у Р и Б. Ну, Р1, Б и Р1, А – понятные собой родственники. А самые ближние, где была РН – финно-угорская? Нет. Ку – индейская. Так в итоге, значит, АП где находилась изначально? Вот. П – это брат, но. АП – это же есть? Нет. АП – это географически. П – это жизнь. Нет, вымерли. Вымерли все. Нет, географически. Где они находились? Источник. Источник. Это все в Центральной Азии. Это они свалили. Вот они выходят. Все равно, по идее, как бы, ну, давайте будем все-таки традиционную точку зрения брать, что все шли с Африки. Ладно, там Клесов говорит, что нифига никто не шли. Они были в Месопотамии сформировались. А те, которые в Африке, это другие люди по Клесову. Я не знаю. Я, как бы, эту тему достаточно не изучал, чтобы так говорить. Он все-таки биолог профессиональный. Может быть, более, может, правильно сказать. Короче, вот они с Месопотамией двигаются, когда одна ветка уходит на восток. Ну, на восток. Она становится предками вот этих гаплогрупп. А потом возвращается, да? Была другая ветка еще, кроме МНОПС? Конечно. Вот эти Ж, С, другие гаплогруппы. Ну, это надо схему. То есть, сначала все из Африки в Азию, потом из Азии по максимум. Ну, Азия тоже, понятно, растяжим. Переднюю Азию. Переднюю Азию. Переднюю Азию уже дальше. То есть, видимо, в передней Азии наиболее были выгодные условия. Ну, а как они древние племена первобытные? Тут тепло, солнышко греет и так далее, и так далее. Вопрос, почему всех на Алтай занесло просто? Ну, как всех? Это один человек. Он один ушел. На Алтай? Ну, да. Чего ему не уйти? Я Алтай сегодня уплевывал. Ну, чем? У него куча сыновей было. Чего уплевывал? Ну, это профилованные сыновья. Они в разные периоды были. Ну, понятно. Ну, понятно, что нет. Даже если у него было 10 сыновей, а потом мутация возникла вот тут. Какая Райса, она же пошла по этой линии. Ну, вот он ушел один. Видите, что люди, тем не менее, пошли, грубо говоря, идя на север в более худшие условия существования. То есть там-то в Месопадаме все было хорошо. Почему? Почему-то они пошли на север. Почему на восток? Китай разве это север? Таиланд от севера? Нет, я не вижу, что там хорошо и тепло. Почему они пошли сюда в Мурманск, на Алтай, в Швецию? А вот слушай дальше. Вот смотри. Когда ты сейчас говоришь про финно-угру? Значит так, смотри. Там же холодно, зима. Зачем идти туда, где холодно? Дальше у них началось разделение по ремеслам. Финно-угры чем прославились в этом мире? Охотой. Вот смотри, предки финно-угры. Дичь тоже живет, большинство танков хорошо живет. Слушай, слушай, сейчас ты сам все поймешь. Им надо было жить, им надо было кушать. Вот возьмем финно-угров и китайцев. У них был общий предок. Но. Вот у нее два сына. М и О. Этот выбрал основную профессию в этой жизни. Охота. Этот что выбрал? Рис. Ну, земледелие. Почему китайская популяция стала мощной? Они открыли производство риса за счет этого. А эти охотятся, дальше охотятся на маммотов, дальше уходят на север, уходят, уходят. То есть ледник уходит на север, и они вместе с ледником... А этим зачем ходить-то? Зачем этим ходить? Если они живут у себя нормально, рис у них уходят. Да, скончается дичь, а они как бы идут... На эти охоты же, вот эти земледелия, и все. Так дичь тоже, дичь тоже. Дичи на севере меньше, чем в джунглях. Кто тебе сказал? В джунглях, извините меня, популяция... Зачем? Сейчас тогда косули бегают по саванне. А там без саванни. А в Сибири никого нет. А почему? Подожди, давай возьмем. Они двигались как? На Алтае дошли. На Алтае что, совсем холодно что ли? Может они летом пришли, зимой дорога была закрыта, там уже другие племена, им дальше надо двигаться. В реакции много, почему они ушли. Но основная была причина питания. Основная причина питания. Это сто процентов. Потому что... Питание является... Кстати те же самые финно-угры, они кстати и были предками первых людей, которые приручили собаку. Собака это вот, китайский волк на самом деле. Которая... Собаки вообще происходят от двух типов животных. Не от шакалов происходят вот эти пудри всякие, да, вот эти породы. А другие вот типы овчарок, они происходят от китайского волка. Вот они первые, кто их приучили. Они охотники были. На лыжах. Почему шакал? Туда бы не мылся. Он скрещется. Я тебе говорю, это генетические данные. Собаки происходят... Ну я слышал такое. Я такой не... Вот пудри, пудри, он не происходит от волка. Пудри. Ты видел пудри? Да, был. Два года даже. Это потомок шакала. Понимаешь? Хочешь ты этого или не хочешь, но это не... Это... Овчарку видел? Это потомок... А коты, коты. Это отдельная популяция. Нет, нет, я просто к тому, кто приучил-то котов-то. Нет, коты происходят, ты уже сам понимаешь. Нет, коты это коты, понимаешь, с ними особо разговоры. Ну это как бы... Нет, ну просто понятно, что земледелец. Потому что они охраняют зернохранище от мышей. Ну ладно, ты понял просто так, что именно коты приучили человека. Они же свободные создания. Да-да-да-да-да. Короче, каждая гоплогруппа свой вклад несла. Это понятно. И вот, вот в этом компоте, вот тут нового цвета... У нас тут П появилось, да? Вот смотрите, интересно, да, П. Одни стали Р, предками индоевропейцев, европейцев. А эти куста, они индейцы. Ну мы действительно с ними похожи. И эти, эти боевые были. Значит тоже боевые же, индейцы-то. Взяли, ушли туда на север. Ну вообще это далеко не ушли там. Тоже за безонными, за безонными, за безонными. В общем как они туда ушли? Как они попали в Америку-то? И так далее. Или вернутся обратно в тепло? То есть что заставило их пойти по Берингу? Я считаю, что... Ну самое интересное, вот эти палео ДНК, вот на полюсе северном находят же там замерзших людей, древних. Прям на полюсе? Ну как на полюсе? Ну ты понимаешь, что в Арктике. Ну вот, лед, да, там. Иногда находят там какие-то останки древних людей. Ну кто-то замерз там. Тестируют, у них какая гопогруппа, как вы думаете? Ку. Ку. То есть они были любители шастых по полюсу. То есть это были такие товарищи. Естественно, они там через Берингов пролив прошли. Опа, а тут теплее, а? Пошли на юг. И всю Америку заселили. Понимаешь? Истребили 85% кубных. Я думаю, в Южной Америке. 85% видов крупных животных по Америке. Ну это сейчас официальный данный. Может там еще какие-то гопогруппы нашли? Ну пока я не видел таких открытых публикаций. Может быть, ну ку точно есть. По крайней мере, гейцев тестируют у них гопогруппу ку. Интересно, что связано с культурой действительно. Вот у них же свои цивилизации были майя. Да, это их личные цивилизации. А не попадались какие-нибудь тесты, которые как бы людям не принадлежат? Ну то есть я и не виду животных. Есть же всякого рода такие эти... Ну если такие попадутся, кто? Данные, что там среди нас инопланетяне там уже... Вот если такие попадутся... Ну это предок людей. То есть там еще сложные... Неандертальцы, не предки. Параллельная ветка. Я говорил же вот сейчас недавно сибирского мальчика. Тестировали гопогруппу R. То есть не R1, не R1, не R2. То есть это наш предок. То есть мы все от него происходим. Странно, что он один. Почему дошли... Ну что же, если их было много, там же не мог бы один человек. Один человек не смог наверняка выжить и создать. Не один, конечно. Если их было много... Соответственно, у нас должно быть было захоронение. Один с высотой того, что тот самый один человек, от которого произошли. Но их-то было много, конечно. Конечно. Нет, я понимаю. Вообще-то с 5-го мальчика. Почему? Остальных нет. Больше никого не нашли. Но нашли такого, да. Может быть его родители умерли. Может его там забыли. Но его нашли сохраненным. То есть имеется ввиду. Я понимаю. Может его создали звери протестировать можно было. Но если люди там жили и шли, то должно быть больше. Понятно, что не было. Там 10, 20. Там стоянка должна быть какая-то. Может быть ему не повезло. Понимаешь. Может быть его съели. Других съели. Он как бы... Давайте возьмутся. А те... Это сейчас гипотетический вопрос. Почему нашли? Давайте как бы ближе к информации. Вы только обсуждаете. Не, почему? Правильно вопрос задают? А почему одного? Я тоже так подумал. А почему? Может быть там еще кого-то нашли. Нам говорят про результат одного. Нет. Просто я имею ввиду, что не нашли такого какого-то странного, допустим, ДНК, который нельзя идентифицировать как человечество. Вот даже если найдут. Как ты думаешь, откроют об этом данные? Не знаю. Ну а какой смысл? То есть даже если нашли, не скажут. Ну вот открыли, что вот нашли в Африке. А два ноля, А три ноля. Вот это сказали вот. Все. Причем А два ноля, три ноля специально для этого придумали значки, да? Зачем? Я же говорил на прошлый раз, что взяли дерево, а кто у них предки? Параллельные линии. Параллельные абсолютно. То есть у них получается, ну да. Давайте выясним вопрос. Состочник совсем не связанный с нашим. Получается. Ну тут уже дальше гипотезы идут, кто там как считает, кого происходит. Ну в общем, раньше как вот, я просто у вас не был в прошлый раз, нашли Адама. Я понимаю. Дерево выстроит. А тут раз в Африке еще находят кого-то. Они тоже люди, но другие. Вот сейчас мы надеемся, что у Булата будет, а ты четыре ноля. Ты будешь первый, кого в Евразии нашли. Потому что всех, кого находят в Африке. Да и у меня были стандартные. Просто интересно стоит вопрос, если все эти, грубо говоря, несколько источников разные, но тем не менее они люди, то интересно. Ну а что, человек об этом в жизни? Дальше уже вопрос начинается, которые… Если они люди, то есть человек же характеризуется определенными способами. То есть в каком смысле люди? Они люди в каком смысле? Вот они возьмут… Они нас поймут. Мы друг друга поймем. Абсолютно такие же люди и потом создают. То это люди. То есть такие же… Физиология и так далее. Человек же не скрестится с обезьяной, потомства не будет. Да. Вот поэтому интересно, что разные… А именно. Просто другого лета, другого лета. А? А что скрещивать? Они так скрещиваются. У него там брат родной, другой, тесть один там… Они так скрещены. Это такие же люди, как и мы. Это я к тому, что возникновение жизни как каковое, то есть человека возникновение. Ну их очень мало вот этих, это не важно. Важно то, что у них, грубо говоря, человек, как человек появился, получается в разные… независимые источники, и тем не менее, они стали людьми. Я вот к чему понимаю. А ученые говорят, что вот эти А0, допустим, ЕА, да? То есть его есть и гений предок. Ученые так говорят. Да. То есть они не являются независимыми. Ну как бы они параллельные, но все равно… Но из одного из источников. Ну тут видишь, гипотез много, кто-то тоже эволюционист, кто-то там и так далее, и так далее. Это надо проверять, быть биологом, профессионалом. Нет, это я понимаю, просто если они не из одного источника, то возникает вопрос, каким образом независимые независимые источники привели к возникновению, грубо говоря, человека. Мария, вот сейчас я объясню. Вот сейчас есть точка зрения, как традиционная. Ну, грубо говоря, вот такая чашка, круглая чашка, по разной чашке, из этих разных чашек возникло нечто, что опять же обладает… Вот современная точка зрения такая, правильно? Приматы хомо. Вот и все. Они просто тоже хомо. Вот наш вот их неандертальцы. Вот такая точка зрения современная. А какая на самом деле? Я лично вот в какой точке зрения сомневаюсь. Серьезно, потому что я как бы, ну не совсем понимаю, это как бы, у меня вообще вопрос к этой теории эволюции есть. А Шкор, в чем тут сомнения? Я не знаю, насколько это правдоподобно, что люди происходят от общего предка с обезьяной. Мне как бы это… Вопрос для меня это не решенный. Ну правда, обезьянам, в конце концов, можно оставить, а здесь-то нет от того, что мы скажем… Здесь я вижу, что… Давайте как бы еще все-таки ближе. Я не знаю, вот понимаешь, вот ты сейчас такой вопрос задаешь, который должен отвечать профессиональный биолог, который сам… У него вот лаборатория, он сидит и прям видит вот этого «а ноль», «а два ноля» и тебе отвечает, а я человек, который пользуется данными этих людей. Они могут меня дезинформировать, они могут мне что-то не договорить. Я даже не знаю до сих пор, откуда люди произошли. А ты знаешь… Может все-таки это теоретический вопрос, а вот финикийцы, это какой принадлежат? Известная как бы… Известная уже сейчас забуду. Из истории известная вроде как… Какая… Ж2. Ж2? Тестировали. Парию ДНК? Ливанцы там их тестировали? А… ну, ну, ливанцы, значит. Понятно. То есть, ливанцы, а не хенийцы. Я не знаю, там что-то проводят данные. То есть… А это же вот… Насчет парлию ДНК только я же говорил некоторые исследования, которые именно отмечены в научных работах, уже известно там андроновцы, о гора цитоштыкцы… А многие, когда ты говоришь, то есть я открытых данных не встречал, что тестируют пары ДНК хеникийцев, но их относят к G2. Их же нет, нету захоронений. А может быть и тестировали, просто не говорят. Это такой момент. То есть вот, допустим, про Тутунхамон откуда узнали? Просто утечка информации была. А так бы никто не сказал. Там сейчас всех фараонов тестируют, не только Тутунхамон, о которых ничего не говорят. А это просто утечка информации произошла, и все. Там даже разбирательства были. Да, и даже известно, что он нюхал кокаин. Да дело не в этом, что он нюхал там, я не знаю. Я просто к тому, что... Нет, известно факт, что он пришел мумия Тутунхамона, нюхала кокаин. А скифы, скифы? Эрадина. Это как определите? Ну, палео ДНК. Какого-то скопали. Сейчас даже жители древнего Танайса, знаете, это город такой был, Танайс. Надону был. Танайс. Это сейчас просто древнее название Дона. Там было такое поселение, Танайс. Тоже Эрадина там. А вот в Севастополе, да как это называется? Керчь, Пантикопея, Херсон. Да, Пантикопея там неизвестно. Открытых данных нет. Я говорю, которые открытые, а вот которые все, что остальное, я не знаю. Да как они там могли... Кого? Что там могло быть особенного? В Танайсе? Нет, не в Танайсе, а в Керчьи. А что там было Воспорское царство? Ну, да интересно, Воспорское царство кто? Да нет, оно везде где-то интересное. Я вообще считаю, что любое палио ДНК интересное. Просто половину мы не узнаем, половину узнаем обрывочную. Нам дают, вот знаете, вот как нам дают. А вот армяне, армяне. О, армяне там... Они же если свой род там, как бы считать, что они с самых древних народов там. Гарарарат и прочее. У них много плагрупп. И местный, и Р1А у них есть, и Р1Б есть у них, и куча местных плагрупп. Ну, в основном местных. Они родственники с азербайджанцами. Ну да, такой же типичный, типичный, закаткасский народ. Да они все там родственники, турки, азербайджаны. Ура, вот это государство там, ДНК. Это хуриты. Это другие или не армяне? Не знаю. Ну, это по языку их относят к хуритам. Но язык у них не был индоевропейский. Армян же индоевропейский язык. То есть у РАРТа не принадлежит? Но это не индоевропейцы. Ассирийцы тоже, допустим, не индоевропейцы. Кстати, ассирийцы... Р1Б ассирийцы. А, тоже возвоеватели, да? Ну да. Тестировали ПАЖДУВЕНКА. Ассирийцы, современные ассирийцы. А, ну то есть армяне... Ну, как древние они. Значит, в Азербайджанцах Проводились исследования по поводу того, что, скажем, наличие гоплогруппы и язык взаимосвязи? То есть, что... Проводились, скажем, одна гоплогруппа одна, а язык не этой гоплогруппы? Ну, проводились там много таких случаев уже. Ну, Башкиры простой пример. Гоплогруппы у них одни, язык другой. Опять же я... И кто, чей язык? Ну, индоевропейцы. Индоевропейский язык... Обычно как определяют? Вот большинство индоевропейских народов у них гоплогруппа Р1А. Соответственно, понятно, какая у них была... И то же самое, и попали в ДНК. Була, ну у тебя сейчас поезд? Что? Я могу завтра уехать. Я завтра, кстати, уехал. Я решил остаться, тут надо встретиться. Понял. Я думал, просто тоже понадобится. Нет, я выжил, по телефону разговаривал, мне надо пересечься. Не, ну и просто больше всего, конечно, удивительный факт этот, что вот индоевропейцы, это вот Р1А1, да, вот Р1Б, как бы вроде тоже говорят на европейских языках, культура у них индоевропейская. Это на самом деле. Ну что? Не индийский, не индоевропейский. На языке матери говорят. Ну, это понятно. Не, мы уже обсудили этот вопрос. Это, кстати, вот ищет такие специфические. А их, кстати, раньше отличались. Всегда Р1Б-шники были другие. Западноевропейцы всегда от нас отличаются. Всегда. Это просто языковой, но они тоже родственники, чего? Они все равно происходят от Р1. Какая разница? Они самые близкие родственники. Вот ближе некуда. Они самые близкие. А все остальные уже еще дальше. Куда ближе-то? Все равно бренды общие. Ну, просто 20 тысяч лет тому назад не было протеиндоевропейского языка. Была такая гипотеза, что вот этот был протеиндоевропейцев? Но этого такого не было просто. Такая теория тоже была. Не подтвердилась она? Ну, нет, конечно. Но 20 тысяч лет назад какие протеиндоевропейцы? Протеиндоевропейский язык возникает 6 тысяч лет назад. 7-8. Вот тут есть, как бы, понятие протеиндоевропейцы, есть, как бы, вот, ну, теория же на стратические языки. И они разделились, да? Вот на стратические это как раз вот это, вот это мнобс. И что она подтверждается? Это теория. Там и китайский туда входят, и синокавказский языки. И финно-угорский туда входят, и тюркский туда. Вот она подтверждается. Вот это глобал МОПС. Так может быть, вот этот Р1 еще на стратическом языке говорил, а тут уже пошло разделение. Да непонятно. Китайский же он анатонический язык. Ну, есть теория на стратический языков. Синокавказской Сибири. Не слышал выражение? Синокавказский слышал, конечно. Ну, как можно... Мне тоже кажется, что нелегом китайцев и кавказцев соединять в одну группу. Ну, и лингвисты соединяют же. Ну, у тебя есть кого как-то, согласись, не связываются как-то? Да. У них как бы у кавказцев обычно... А ты обрати внимание, что финно-угорские языки, да? Вот у них общая группа МОПС, да? Они ведь очень сильно похожи на китайский. Я просто немножко знаком с этими работой. У финнов похожий язык на очень. А вот эти всякие протяжные звуки, Суам, Ля, Куани, это все древние формы их языка. Ты финский язык слышал? Ну, мало. Ну, вот любое слово назови. Да, да. Уа, Ля, Куани. То есть, как вот так вот. Как китайцы говорят? Протяжные звуки. Ну, Нокиа. Ну, Нокиа это уже такие рапезированные. Суми. Кумоми. Маа. Это все как-то. Калевала. Ну, это все древние формы у них общая была с китайцами. А все эти там тайцы, там вот эти вот все они туда идут? Ну, там тоже много всего у них есть. Ицея там и все есть. Я вообще, как бы, честно сказать, сам из гоплогруппы родина. И хочу пока вот больше свою гоплогруппу изучать. И до остальных как-то пока меньше. У тебя тоже самое придет ДНК. Родина. Результат. Ты будешь пока вот свое изучать. Зачем тебе вот это весь мир там, не знаю, тайцы, маяцы. Тебе вот пока вот... Мне хочется свое изучить до конца. Потом уже косвенно. Это профессионалы, которые биологи этим занимаются, они как бы не привязываются к истории. Они чисто вот все изучают. И то я сколько заметил, человек какую гоплогруппу умеет, ту и лучше знает. Ну, это понятно. Н правильно знают все. Тут, знаешь, надо четырех людей садить с разных гоплогрупп. Вот там будет интересно. Потому что я как бы все равно к своим тяну, понимаешь? Хочешь, не хочешь, так подсознательно все равно. Типа дальние родственники, да, если как бы... Да нет, у меня все равно, обратите внимание, большая часть беседы об Родинаиде. И вы тоже такие вопросы задаете. Я не знаю, почему все придумывают, ну, как бы считают, что Родинаиде именно их гоплогруппы. Ну, большая часть всего русские встречаются. Сейчас мы все сдадим, может, все разным. А может быть и нет. Ну, я не знаю, короче. Я так и не знаю. Ну, короче, видите, сколько совпадений. Китайские языки похожи с финноугорскими. К сожалению и к счастью. Ну, странно все равно, там же языкронические, а финноугорские не один язык. Да, если внимательно обратишь внимание, как они общаются. Финский язык один из самых сложных языков в мире. С ихними вот этими переходами. А всякие такие латышские, литовские? Это индоевропейские языки. Ну, так а что, финские не индоевропейские? Нет, конечно. Финский язык это язык уральско-языковой. А, да, уральско-языковая группа. Да, это финно-угорские языки. А тюркские это другие еще, да? Это алтайская языковая группа. У меня гипотеза есть, что тюркские языки, а не родственные индийским языкам. Я вообще считаю, что тюрки, они были ку-прото-тюрки. То есть, первые носители тюркских языков. Но это надо проверять. Просто так в голове считать одно, а надо же проверить. Ну, просто эта теория подтверждается кое-чем следующее. Так что современное языковое распределение ни о чем не говорит. Да, я тоже думаю, что ни о чем. Вот человек венгера говорит на русском. Пожалуйста, яркий пример. Кто он? Ну, просто. А, кстати, вот этой киргизы мы знаем, а узбеки тоже близко к киргизам? Да там разные все гаплогруппы. У киргизов у них больше ародина, и у них своё ародина. И родина все разные. Вот и родина, это, значит, так вот взяли грубое и родина. На земле 6 миллиардов и 20 гаплогрупп сделали. Там же делится всё это. Нет, это-то понятно. Нет, узбеки, узбеки, киргизы, киргизы. Ну, казахи от киргизов отличаются. У них большинство гаплогруппы С3, но это уже этнос. Если бы у них было, как у турков или как у татар, там, по 10%, это уже солянка какая-то. Вот когда говорят, какая гаплогруппа у татар, я не знаю, что ответить. Я тоже не знаю. Ну, как сказать мне, вот там нету лидирующей гаплогруппы, а она всё есть там. В башкире, вот ладно, там, Р1Б, да, всё определились, как более-менее. Нынешних семей, я имею в виду. Ну да, у турков там тоже не скажешь ничего. У итальянцев не скажешь, у немцев, пожалуй, что тяжело сказать. Нет, у итальянцев, Р1Б, зачем? Да, так это тоже какие-то там проценты, проценты-тридцать. Нет, основные, все западноевропейские. Там 20%, а у итальянцев 20% нет. Нет, нет, больше 30%. Нет, там 20%. Нет, это ты смотришь локальные регионы, я говорю про все народы. Итальянцы, если всех брать итальянцев. А ты смотришь какой-то Балкан, на Балканах там Е высокий процент. Да, высокий, да. У вас 30% высокий процент. Ну, а если весь народ брать, то это не так. То есть одну область взять, там, конечно, наверное. Что, кстати, странно, откуда Е по всему югу? Ничего странного нет. Мы уже давно изучили. Со времен Древней Египты произошла миграция части египетского населения, территории современной Европы. И там они жили-жили, пока Гитлера не породили, да? Ну, они уже настолько там перемешались с местными народами, сами стали европейцами. А еще есть теория, что еще более ранние они ушли времена. Ну, просто вот это, которое с Египтом связано, оно подтверждает списанные источники. Там же было переселение. То есть ничего там удивительного нет. Взяли, народ пересекли. Ну, вот Моисей из Египта вывел евреев. Куда он их повел-то? В Европу? Нет, конечно. В Палестину, землю обитого. Ну, это понятно. Это считается. Так и есть, подтверждается это? А куда он их повел? Там они и были. Некоторые думают, что в Абиссинию повел. Еще южнее. Не знаю. Я из того и скажу, что у евреев основная группа G1, у арабов G1. Где арабы жут? Которые, там же евреи жут. А вам? Я не беру от этих Ашкеназий и прочего. А у американцев что творится там на континенте? Они что же? Потомки европейцы. Не, это понятно. Но они же изучают, там тоже соляные. Ну, да. У них и потомки европейцы две группы имеют основные. Африканские группы, которые происходят от европейцев. Так у них африканские, много жуток. Африканские? Ну, естественно, у них африканские группы. То есть, ну, самые разнообразные же получается. Ну, африканские, на самом деле, меньше, чем белых. Ну, как меньше, так... Меньше, меньше. Африканские, то, что связано с рабством, которое привозили насилие... Ну, их вообще-то разделяют, афроамериканцы их называют. Ты же говоришь про американцев, а этих называют афроамериканцы. Не, ну, я же имею в виду, что государство Америки... Нет, я вот просто такую видел статистику. Там пишут так, вот карты рисуют. Американцы европейского происхождения и пишут, как вы плагаете. Американцы африканского происхождения. То есть, их разделяют там внутри. Их не считают как... Американцы коренные пишут. А вот, например, вот эти все латинские-то страны, там, Южной Америки, там же как-то не все перемешались-то? Ну, настоящих индейцев же можно найти, там не проблема. И метисов же много там. Ну, и что их можно все равно определить же? Ну, по мужской линии-то передается, это понятно. И как там? Тоже солянка или это все это зацепишно? Настоящие индейцы, как в песне, гоплогруппа Ку. Это мы уже это услышали. А те, которые потомки европейцев, да, и сибрать, как бы, в целом. Ну, в целом, гоплогруппа Ку. Там те, которые потомки европейцев, они уже сами себя не считают индейцами, они считают себя чилийцами, перванцами, там, прочими. Они уже ассоциируют себя с своей страной. Бразильцы же есть такой народ, но фактически же это название страны. А что, бразильцы там, и негры, и все, кто угодно. А те, которые себя инками называют, они в Перу живут. Они называют себя перуанцами, они себя называют инками. Ника, плогруппа Ку. Ну, как вот мы, россияне есть, и там, не знаю, чувашь, и прочее. В целом, все, конечно, наука интересная, действительно, очень информативная. И, в принципе, научная в полной мере. Ну, опасная. Палка до конца. Опасная в том смысле, что есть некие представления, которые были сформированы в результате развития цивилизации. Ну, не для всех опасная, да. Цивилизация, которая основана именно на каких-то ненаучных, политических, политических, исторических, амбициях. Амбициях, да, которая, соответственно, она может быть противоречит. Или религиозных концепциях. Ну, или религиозных концепциях, да. Те же, так сказать, сейчас, что называется, споры о том, какая история правильная, так сказать, так, может, она была сформирована, грубо говоря, с колитером, или вот то, что на насоске Фоменко сейчас пытается... А я знаешь, вот чем Стас согласен? Вот сделаем бы на самом деле и открывали бы все данные, да. Быстрее бы мы двигались к прогрессу, да. Пока вот, я уверен, наше поколение с этим не столкнется. Там лет 50 пройдет, мы уже умрем, другое поколение им откроет уже. Знаешь, вот как-то обильно хочется... Ну, она не денется, потому что науку не остановитесь. Она все равно это все откроется. В итоге все равно выяснится, как все было. Просто мы можем сейчас это узнать, а в итоге нам, как бы, говорят, вы еще не готовы. Вот этот момент, конечно, жалко. Ну, ничего страшного. Без этого жили сколько лет. Еще круче. Ну, сейчас социальные сети научат людей раскрывать о себе информацию. Приучают к тому, что, в принципе, эта информация тебе доступна для всех. Постепенно люди к этому привыкнут и будут относиться спокойно к тому, к тому, к тому, к тому, к тому же, на группе и прочее. А мне кажется, вот это все деление по группам, это все тоже какой-то расизм. Нам надо, в первую очередь, все равно не на эти вещи. Ну, вопрос не в разделении, вопрос в отношениях. Да. Ну, то есть, оно есть. Не важно, какой ты к гаплогруппе относишься. Важно, какое отношение у тебя к другим гаплогруппам и их отношение к тебе. Ну, это как деление на мужской и женский пол. Ну, в общем, по большому счету, да. Тут страшнее будет связь, связанная с тем, что определенным гаплогруппам будут свойственны определенные способности. Вот это будет, конечно, принципиально. Именно, как бы, в таком холодном смысле рациональности, да? Ну, да, такие методичные. Немцы, что? Не, ну, вот это и называлось бы, это бы и назывался бы расизм, что, как бы, когда начнут по родам разделять, и к каждому роду приписывают. А согласись, что это есть? Ну, почему немцы это называют функтуальными? Ну, естественно, сыновья наследуют определенного рода признаки своих отцов. И, как бы, если есть какой-то род, который, там, обозначает, скажем, мир 1б, ну, как бы, что-то мы, как бы, что этот род что-то унаследовал от своих отцов. И так каждый род. Почему, когда финно-угры завоевывали другие народы, они не уничтожали их, уживали смены? Тоже часть характера. А вот вагносаксы завоевали, и раз, тогда... Нет, часть характера должна быть сверху, как бы, контролироваться именно культурными какими-то особенностями. Мы же либо цивилизованные люди, есть некая биологическая основа, есть некая культурная настройка. Мне кажется, биологическая основа в человеке вообще первична. Она многих людей это, как сказать, ломает. И духовные там, и единицы у людей. А люди в основном себя ведут как биологические. Нет, это понятно. Но зачем вообще культура созданная и цивилизация? Именно для того, чтобы сдерживать эти биологические... Согласен. Как бы, институты и порывы, да? Но пока это слабый порыв. Нет, понятное дело, что, как бы, а не человек более животных? Это же такое обсуждание. Может, выключить? Да я... Это гораздо ворот, как раз, есть философское. Потому что, скажем, пока человеческий менталитет не привыкнет к мысли о том, что так оно и есть. И это нужно просто учитывать во взаимоотношениях, в развитии культуры, в развитии общества. От этого никуда не денешься. То есть, то, что у тебя там определенная группа, она связана с определенными свойствами твоего организма, это просто люди должны принять как факты и не делать из этого... Ну, как группа крови, как там это, пол, половая принадлежность, правильно? Да, это я понимаю, дискриминации не должно быть. То есть, если, допустим, у тебя, извини меня, согласно биологическому строению, есть определенная предрасположенность к определенным вещам, то просто ты сам должен понимать, что тебе будет лучше заниматься соответственно определенным родом деятельности, грубо говоря. И так, что тебя общество будет заставлять делать, если ты хочешь, допустим, в космос, а тебе в космос нельзя, потому что у тебя слабенькое сердце. С одним условием. Может быть, у тебя присущи какие-то личные мутации, которые... Ты же можешь каждое поколение... Твой сын может отличаться от тебя, он может приобрести какие-то свои данные, которые у тебя не было еще. Нет, могут... Да, ради Бога, пожалуйста. Можно, допустим, к примеру, вот, условно говоря, все космонавты, к примеру, R1B, да, условно, и вдруг среди R1A рождается парень, у которых тоже он космонавт. Почему нет? Может быть, но мутация возникла, и он стал таким же гениальным, как и R1B-шник. Все. Ну, как Коперник, он из рода R1B, да, он тоже гений, Коперник. Также, а у нас гений где? В гоплогруппе Е. Пожалуйста. Может такой быть? Ну, пока это только, так сказать, единичные примеры, которые говорят о систематике. А есть, ну... Ну, да, систематически, да. Кстати, а Сенан-то мы проверяли, он соответствует, так сказать, кипец? Наверное, что-то проверяли, не пишут. Они же, как я где-то слышал, что мы, говорит, произошли не от африканцев, мы произошли от нашего Сенан-то, и нам, типа, неинтересно, что вы тут какие-то стольки генеалогии... Я не знаю. Я лично сторонник точки зрения, что Сенан-то как-то связаны с монголоидной расой. Потому что они сами были монголоидными. Мне вообще непонятно, как расы появились. Вот я до сих пор не могу понять. Вот вроде был один предок, рас появляется азиатой, а негрой... Рассы с фенотипом как-то связаны? Ну, это связано, конечно. Ну, нет, но сразу... Раса – это то же самое, как генетическое изменение. Нет, ну, у тебя же ребенок негр не родится никогда. Ну, понятное дело. Вот, значит, что-то было еще какой-то со стороны элемент. Вот у меня просто есть гипотеза, что откуда взялись монголоиды, это мое мнение. Вот, допустим, смотри, те же самые... То есть, либо это разные источники, просто реальные человеческие... Посмотри, вот МНОПС, да, общая группа. Вот они тут делятся. Вот эти, ну, почему-то монголоиды, а вот эти европеиоиды, да? Страны, да? Непонятно, вроде родные братья. А мне просто есть такое, скажем так, предположение, что вот эти просто женились на синантропках каких-нибудь примеров, да? То есть, у них потомки прибыли эти монголоидные черты в поженской стране. Я бы сказал, не здесь женились, а здесь. Может быть, здесь, да. И отсюда уже ЭНОПУ училась. А нет, это же преды критиков, и верпевоидов. Однозначно, вот эти только женились. Ну, может быть. Нет, я, к примеру, говорю, тут могли жениться кто угодно, и КУ могли жениться. Индейцы же тоже. Для этого должны, значит, соответственно, рассматривать по женской линии. Отлично. Нет, смотри, вот смотри, тут легко. Вот смотри, вот сейчас объясню, вот МНОПС, да? МНОПС. Вот, значит, у него два сына. Но, значит, П, вот это делится дальше, КУ, Р, значит, так, а это делится на О. Вот, да? Посмотри, вот эти могли жениться на европейских женщинах. Появились финны, они европейские. Каких европейских? Кто такие европейские женщины? А, что это? Это же мужские. Вот смотри, европейцы, европейские женщины, финны-угры, когда-то обитали там на Урале, еще раньше на Алтае, они двигались-двигались, дошли до Европы, набрали себе европейских женщин, их непотомки стали европейными. Откуда взялись эти женщины? Они не сли были. Женщины рода А1, Р1, А, которые жили до этого здесь. До МНОПСов? До финну-угров, я же уже про финну-угров говорю. Я понимаю, грубо говоря, с кем они крестились, с женщинами, а эти женщины от кем взялись. Нет, ты не понял, не понял. Вот смотри. С нуля. Вот смотри, вот МНОПС. МНОПС. Общий пледок вот этого всего. Вот у него там сценария. Я просто не до конца смею. Я просто достаточный двух. Н и О, например. Н и П, все равно НОПС. Вот смотри, тут дальше НЕ, О. А это еще НЕ дальше делится. НЕ1С, к примеру. Н1Б. Вот, я про что говорю? Современные финные орхеоиды. Ну, их недалекие предки были монголоидами. Почему? Потому что, когда они двигались с Азии, предки финнов. Предки финнов кто? Какая у них... Глупая, Н. Да. Когда они пришли, Н, грубо говоря, там... Они вообще пошли с Китая. Ну, не принципиально дальше, да, пошли. Они дошли до Европы, там жили другие народы. Другие, на Ай-1 жили, на Ай-1 уже жили там. У них были свои женщины, они смешались с ними. И, соответственно, и финны стали более светлыми. Ну, фенотип я... То есть, они пожертвы или не его положили. Да, пожертвы или не, да. То же самое здесь могло быть. Как китайцы стали узкоглазыми, то есть, к примеру, говоря, азиатами. Они могли скреститься с синантропками, и у них дети могли приобрести черты этих, как сказать. С синантроп. Это гипотеза. Ну, я понимаю. Я не претендую на истину. Я просто не могу понять, я для себя хочу разобраться. Как так получилось, что вот здесь вот монголоида, здесь европеоник. Ну, тогда, грубо говоря, вот эти вот... Значит, раз нет, может... ...должны были уже белыми или каким-то еще. Ну, значит, они же... Так должны были синантроп приобрести, чтобы приобрести синантроп, он должен быть. Правильно, вот смотри. А если его здесь не было, вот здесь его не было... Это мужская линия, а та женский. Я понимаю, что по женской линии. Откуда взялась женская линия? А женская линия других гоплогрупп, которые уже были в Европе. Ай же уже были в Европе, они древние. Я понимаю, что они были в Европе. Откуда они взялись еще до этого? Они происходят... А они были древнее, чем в НОПСах? Да, да. Они же раньше существовали. Они раньше существовали. Древние гоплогруппы Ай же. Так все-таки получается, что вот эта теория, раз она не верна, получается? Получается, нет. Потому что, смотри, у нас гоплогруппы, ну, сейчас я покажу, какие гоплогруппы имеют, ну, монголоиды, да, их имеют гоплогруппы, вот самое интересное, о чем, С3, вообще, очень близко от Адама, Адама это А, Б, С, знаете, да, А, Б, С, вот уже С3 были монголоиды, то есть у них очень много, потом, значит, М, О, и часть К. Ну, эти уже были монголоиды. Ну, чтобы быть монголоидами, им нужно было эти черты где-то приобрести. Я говорю, что, на мой взгляд, они просто скрестились с синантропками. То есть был, условно говоря, был, что синантропки, это некий параллельный род был, да. Параллельный род уже не Адам. Нет, конечно, он исчез просто. Вот, хорошо, согласен, то есть получается, что, грубо говоря, человек, у него несколько источников. Ну, там женская только была, а здесь мужская. Нет, тоже женская, женская, потому что женщины отдельно появились, как род. Да, метахондриальная Ева отдельно произошла. Стой! Хорошо, Ева произошла. Ну, так это же человек, получается, понимаешь, принципиально, вот, грубо говоря, из двух разных... Стоп, ты говори, смотри. Получились два человека. Человеки, они вообще, говоря, в сознании. Сознание. Слушай, подожди, вот смотри. Или там обезьяна, смотри, вот мы все произошли от Адам и Евы, да, вот, все, да, скажем так, 99%. Ну, были еще какие-то параллельные линии? Я вот не... Вот смотри, допустим, меня и удивляет, что вот эта параллельная линия тоже человек, да, о чем-то удивительного. Ну, они где-то тоже сходятся. Ну, где-то тоже сходятся. Ну, что ты? Послушай, там дальше, выше? Нет. А вы, например, это Адам и это вот эта вот здесь еще общая. Это же гипотеза. Вот. Вот это уже... Вот это меня и удивляет. А меня тоже это удивляет. Ну, ты интерес... Вот смотри, вот то, что ты говоришь из параллельной линии, смотри, вот точки зрения тут две есть, даже может три или четыре, я не знаю, я вот пока две знаю. То есть, вот Адам и Ева это мы, да, там наш род, а вот которая параллельная линия восходит типа к одному. Одна точка зрения, да, такая точка зрения. Вторая точка зрения есть. Я, наверное, больше сторонник ее, хотя она менее, скажем так, доказана. И менее, ну, ну, не знаю, вот, чтобы был какой-то свой здесь развитие человечества шло на Земле, и наш вот как-то появился, ну, я не знаю, откуда появился, тут уже... Может, на Плантянии здесь, может быть, там, не знаю... Но мы появляемся, как-то не понятно. Вот так, знаешь, вот Краман-Дионц там сменяет неандертальцев, ну, непонятно, я все-таки не верю. Ну, неандертальцы, вот параллельные, вот опять же, неандертальцы. Ну, почему мы не потомки неая? Мы же, кстати, не потомки неандертальцев, это другая линия. Вот это-то меня удивляет, что... Человек как таковы как человек. Кстати, ну, грубо говоря, вот из стакана, из стакана ножки, а здесь человек, и тут человек пойди, и тут человек пойди. не кипятись, но вот про собак же тебе сказали, что одни от шакала произошли, а другие от китайского волка. Ну тебе это почему-то не удивительно. Так девах, они собаки. И там собака, и там собака. А пудр-пудр может смешиваться с овчаркой тоже. Тоже потом сюда это. Даже осел может смешивать с этим, с кем смешиваться? Лошак это что? Осел с мулом, да? Да, с мулом, да. Ну вот, пожалуйста, два разных биологических видов смешиваться. Так что удивительного нету. Нет, биологический вид, ладно, но человек не просто биологический вид, а осознание. Стоп, а я не знаю, ты сейчас такой вопрос задаешь, откуда? То есть ты хочешь, конечно, что неандертальц обладал таким же сознанием, как, ну, грубо говоря, эморалию? А это и удивительно. Володя, я не знаю, есть точка зрения, ты можешь принять точку зрения, которую говорят большинство ученых. Вот поколение Адама, вот поколение, к примеру, неандертальца и общий предок у него. Вот, пожалуйста, принимай эту точку зрения. Я же не говорю, что моя точка зрения самая правильная. Я понимаю. Я ничего не спорю. Вот есть такая традиционная. Пожалуйста, если тяжело объяснить, принимай эту точку. Просто вещи какие-то рассуждают, неинтересные. Но вот были параллельные линии и все. И понятно, что расы как бы… Либо они были всегда параллельны, грубо говоря, либо они все-таки… Это ждуная логика. Получается, расы – это как бы… Моё мнение просто расы… Это фиксация параллельных линий в развитии… Я вот уверен, достаточно тебе твоему подходу. То есть, расы все-таки есть, получается. Раз есть, но вот я уверен, как они берутся. Да, могут быть география… Хотя… Хотя… Или смешивались. И не могут мягиться, да. Почему нельзя исключить это для тех народов, которые там «но» делились, «о, там те же сами». Почему они не могли смешиваться с параллельными линиями, давать другое… То же самое. Я не говорю, что смешивались, а они ради бога. Значит, понятие «казы» все-таки можно ввести, поскольку параллельные линии были, поскольку они следы оставили… Нет, это гипотез же, что происходит от «сенантопа». Понимаешь, вот… Нет, я обманив тебе говорю. Логики из логики… Я просто пытаюсь понять сам это. Я же такой же, как и вы человек, который пытается самостоятельно найти… Вот сейчас традиционная точка зрения какая. Вот солнышко грело, солнышко грело, и тебе почернели. Вот это… В внешние условия повлияли на… Ветерок дул… Ветерок дул, глаза узкие стали. Эти, значит, где там белые… Белые, умеренный климат, вот они… Вот я не удовлетворен таким вот… Мне кажется, какая-то чушь полная. Вот не знаю. Или недостаточно. Вот для меня вот это не ответ. Но почему же… Это же на самом деле и есть эта теория. Это есть, есть. Но и так изменчивость возникает. Либо путем направленных мутаций, связанных с тем, что… А у меня же… Скорее всего, думаю, что… Вот я так считаю, допустим, вот живут определенные популяции людей, я не знаю… Вулкан измеряется, например, вулкан. Радиация возникает. У них черный цвет кожи появляется, как защита. То есть я все-таки сторонник того, что были какие-то вещи, которые… Все равно это внешние воздействия. Конечно. Это тоже как-то самое. По логике… Ну это же… Вулкан, то это так тоже… Нет. Вулкань, ну если… Вулкань, ну если… Вулкань, ну если… Вулкань, ну если… Это вот несколько, допустим, параллельных линий… Независимых рукодуктов. И они как-то потом со временем смешались. Вот это вот… Ну вот, с точки зрения происхождения вот китайцев, как я думаю… Скорее всего, шло произношение или там монголов, или кого-то… Они смешивались с синантропами. Я не знаю. Потому что когда синантропов фенотипы реконструируют, это монголоиды. Ты видел, пекинский человек, монголоиды? Такое ощущение, что они были предками монголоидов. Понимаешь? А сами китайцы считаются монголоидами? Ну как? Это монголоиды китайцы. Основные признаки монголоиды расу китайцев. Так же, как вы. Просто монголоиды тоже там дальше делятся? Так а раска уже не просто же там три. Да нет, ну понятно, но они все равно относятся к монголоидам, китайцы. А, то есть какие-то крупные есть, монголоиды, монголоиды, педикроиды, да? Тихоокеанская подрасль относится к монголоидам. Даже индейцы относятся к монголоидам. Хотя это, я лично считаю, что индейцы... А там обошлили, татары, монголоиды? Ну это смесь европеоидов с монголоидом. Ну как? Есть же смешанный тип раз, переходный. Нет, просто я хотел для себя объяснить это, как так получилось, что дети одного отца разные расы эти приобретают. Фенотип разный. Ну просто, скорее всего, по женским мнениям все менялось. Полно же такого. Вот сейчас у одного мужчины двое сыновей, один от одной жены, другой от другой. Фенотип же разный. То есть можно предположить, что, грубо говоря, была одна линия мужская. Да. Несколько разных. Женщина, да, монголоидная, негроидная и... Да, зашестая. Это получается как современное состояние определения. По вопросу о том, как эти женщины, интересно, так параллельно возникли. По определению происхождения по мужской линии все-таки недостаточно. Кстати, по женщинам самый изученный этот вопрос, извини, что перебил. Вот про мужчин там еще более-менее. Даже по женщинам считать не умеют пока. Там 10 тысяч лет родства. Ну что это за родство 10 тысяч лет? Что говоришь? Ну я имею в виду, что как бы недостаточно все-таки только мужской линии. Для того, чтобы изучить все эти все генетические происхождения. Ну и все, пойдем. Ты абсолютно прав. Потому что мы похожи и на маму, и на папу. И нельзя только по мужчинам считать, что фенотип.